Глава девятая. Гордость. Говоря обычным языком, гордость, как часто думают, является хорошей штукой. Однако при более внимательном рассмотрении мы увидим, что точно так же, как все другие отрицательные чувства, которые мы обсудили ранее, гордость лишена любви. Следовательно, она в высшей степени разрушительна. Гордость может принять форму сверхценной идеи, отрицания, игры в мученика, чрезмерной самоуверенности, высокомерности, хвостривости, надутости, чувство наличия преимущества перед другими, надменности, ханжества, тщеславия, эгоцентризма, самодовольства, равнодушия, чопорности, снобизма, предвзятости, фанатизма, набожности, презрительности, эгоизма, неумении прощать, избалованности, рикидности, покровительства, осуждения и в более умеренных формах склонности к наклеиванию ярлыков. Интеллектуальная гордость приводит к невежеству, а духовная гордость – главное препятствие к духовному развитию и росту. Религиозная гордость, которая идентифицирует себя как олицетворение высшей справедливости и обладание единственным истинным путем, является основанием всех религиозных войн, конкуренции и таких мрачных явлений, как инквизиция – самое большое несчастье из всех – это религиозная гордость и признание кого-то имеющим право убивать тех людей, которые не разделяют определенные верования. Во всех нас гордые чувства, у меня есть все ответы, блокируют наш рост и развитие. Интересно, что эгоцентричная часть ума готова пожертвовать ради самой себя всей оставшейся личностью. Вместо того, чтобы признаться, что были неправы, люди буквально пожертвуют жизнью и любым аспектом жизни на алтаре гордости. Пример тому – религиозные войны и крестовые походы. Мужская гордость, связанная с программами поведения, которое наше общество считает мужественностью, блокирует эмоциональное и психологическое внутреннее развитие большинства мужчин в нашем обществе. Некоторые женщины теперь становятся в ряды шовинистов, что только усокупляет проблему и усиливает битву полов. Уязвимость гордости Гордый человек постоянно находится в оборонительной позиции из-за уязвимости, гордыни и отрицания. С другой стороны, скромный человек не может быть оскорблен, поскольку он неуязвим, будучи свободен от гордости. Вместо гордости у него есть внутренняя уверенность и чувство собственного достоинства. Многие люди пытаются заменить гордостью подлинную самооценку. Однако подлинная самооценка на самом деле не возникает, пока не отпущена гордость. То, что раздувает эго, не приводит к внутренней силе. Наоборот, это увеличивает нашу уязвимость и предельный уровень страха. Когда мы в состоянии гордости, наша энергия рассеивается постоянной озабоченностью защиты нашего образа жизни, профессиональной деятельности, района, одежды, года и марки автомобиля, родословной, страны и политических и религиозных систем взглядов. Есть неустанная озабоченность внешностью и тем, что подумают другие люди. И таким образом, есть постоянная уязвимость для мнений других. Когда мы отказываемся от гордости и напыщенности, их место занимает внутренняя уверенность. Когда мы больше не считаем необходимым защищать наш образ самих себя, критических замечаний и нападок окружающих людей становится меньше, и в конце концов они прекращаются. Когда мы отпускаем нашу потребность в подтверждение или доказательстве своей правоты, тогда выпады против нас заканчиваются. Это приводит нас к одному из основных законов сознания. Оборонительное поведение вызывает нападение. Исследование природы гордости облегчает процесс избавления от нее, поскольку она перестает иметь ценность. Мы видим ее тем, что она есть, слабостью. Есть распространенное выражение «Гордость приходит перед падением». Гордой не до добра не доведет. Дьявол гордился, да с неба свалился. Эквивалент в русском языке «Кто высоко летает, тот низко падает». Гордость – тонкий лед, плохая замена для той подобной реальной силы. Есть ли такая вещь, как здоровая гордость? Когда мы говорим о здоровой гордости, мы обращаемся к самооценке, внутреннему осознанию своего истинного значения и ценности. Эта внутренняя осознанность отличается от энергии гордости. Самосознание своего истинного значения характеризуется отсутствием оборонительного поведения. Как только мы сознательно получили контакт с правдой нашего реального бытия, природой нашего внутреннего «я», со всей его истинной невинностью, величием и благородством человеческого духа. Мы больше не нуждаемся в гордости. Мы просто знаем, что мы собой представляем. И этого знания о себе достаточно для нас. То, что мы действительно знаем, никогда не требует защиты и отличается от энергии гордости, которую мы обсуждаем в этой главе. Давайте посмотрим на некоторые виды гордости, на которые мы были запрограммированы, и исследуем, как они поддерживаются. Гордость за семью, гордость за страну и гордость за достижения – типичные примеры, которые приходят на ум. Действительно ли гордость является самой возвышенной из человеческих эмоций? Сам факт, что она характеризуется необходимостью обороны, доказывает обратное. Когда мы гордимся нашим имуществом или какими-то организациями, с которыми мы себя отождествляем, мы чувствуем себя обязанными защищать их. Гордость за наши идеи и мнения приводит к бесконечным спорам, конфликтам и несчастьям. Более высокое состояние, чем гордость – состояние любви. Если мы любим все вещи, отмеченные выше – семья, страна, достижения – это означает, что нет никакого вопроса об их ценности в нашем уме. Мы больше не вынуждены их защищать. Когда истинные признания и знания заменяют мнение, которое является частью гордости, не остается места для споров. Наша чистая любовь и признание к чему-то – прочная основа, на которую нельзя напасть. Гордость, потому что это уязвимая позиция, всегда подразумевает, что где-нибудь есть сомнения, которые нужно прояснить. И противник быстро сосредотачивается на этом сомнении. Когда все сомнения удалены, мнения и гордость исчезают. В гордости содержится скрытый намек на извинение, как будто вещь сама по себе недостаточно хороша, чтобы можно было оценить ее достоинство. Тому, что достойна нашей любви и уважения, едва ли нужен защитник. Гордость, наводит на мысль, что есть возможность для обсуждения и что ценность чего-то вызывает вопросы. Когда мы искренне любим что-то и таким образом становимся едины с ним, это потому, что мы видим его внутренние совершенства. На самом деле его ошибки – неотъемлемая часть его совершенства, так как все, что мы видим во Вселенной, находится в процессе становления. И в этом процессе его прекрасная эволюция – часть совершенства Вселенной. Следовательно, наполовину развернувшийся бутон цветка не есть несовершенный цветок, которому нужна защита. Напротив, его цветение – процесс достижения полного совершенства согласно законам Вселенной. Аналогично каждый человек на планете раскрывает, взращивает, изучает и отражает то же самое совершенство. Можно сказать, что раскрытие эволюционного процесса продолжается точно согласно космическим законам. Одним из недостатков позиции гордости, как мы сказали, является ее уязвимость. Уязвимость приглашает на падение. Поэтому в обществе мы являемся свидетелями тому, что гордые люди вызывают критику. Их уязвимость – это то, о чем сообщает нам пословица «Гордость приходит перед падением». В библейской истории это была гордость Люцифера, которая стала его Ахиллесовой пятой, несмотря на достигнутое им высочайшее положение. Смирение. Попытка подавить гордость чувством вины просто не работает. Не будет полезным, если назвать энергию гордости грехом и подавить его в себе из чувства вины, скрыть ее или притвориться, что мы ее не испытываем. Что происходит в этом случае, так это то, что эта энергия незаметно приобретает новую форму, известную как гордость духовная. Мы не чувствуем себя комфортно в присутствии тех, кто проявляет гордыню. Поэтому горделивость блокирует коммуникацию и выражение любви. Хотя мы любим тех, кто гордится определенными достижениями, мы любим их, несмотря на их гордость, а не благодаря ей. Чувствуя себя виновным в гордости, как в духовном грехе, мы только запираем ее внутри себя, и, как мы уже говорили, это не является решением проблемы. Реальное решение – просто отпустить ее, исследовав ее истинную природу. Как только мы увидим гордость, как она есть, это будет одна из наиболее легких эмоций для того, чтобы отказаться от нее. Для начала мы можем спросить себя, какова цель гордости? Какова ее выгода для нас? Почему мы ищем ее? Что мы пытаемся компенсировать посредством гордости? Что мы должны понять о своей истинной природе, чтобы позволить гордости покинуть нас и не испытать чувство потери? Ответ довольно очевиден. Чем более незначительными мы себя чувствуем, тем больше мы должны компенсировать внутреннее ощущение собственной неполноценности, неважности и нулевой ценности чувством гордости. Чем больше мы отпускаем наши отрицательные эмоции, тем меньше мы будем полагаться на опору гордости. На ее месте окажется качество, которое мир называет смирением, и что мы субъективно переживаем, как миролюбие. Истинное смирение отлично от парадокса гордости смирением или ложной скромности, часто замечаемой на общественной арене. Ложная скромность – притворное самоумоление с прицелом на то, что другие признают достижения, которыми человек сильно гордится, но слишком горд, чтобы хвастать ими открыто. Истинное смирение не может быть испытано человеком, который говорит, что он обладает им, потому что это не эмоция. Как мы сказали прежде, действительно смиренные не могут быть унижены. Они неуязвимы для унижения. Им нечего защищать. Нет никакой уязвимости, и поэтому действительно скромные, не воспринимая слова других как критику. Вместо этого действительно скромный человек видит критическое словесное выражение другого человека как простое заявление о внутренних проблемах этого человека. Например, если кто-то сказал бы «Вы думаете, что вы довольно хороши, не так ли?», то что видел бы действительно скромный человек? То, что у другого человека есть проблема с завистью, а у вопроса в действительности нет реального основания. Нет ничего, на что стоило бы обижаться, и нет надобности реагировать. И напротив, гордый человек расценил бы этот вопрос как оскорбление, что привело бы к задетому самолюбию, словесному ответу или даже в некоторых случаях к физическому насилию. Радость и благодарность. Поскольку гордость иногда рассматривается как фактор мотивации к успеху, что могло бы стать его заменой более высокого уровня? Одним из ответов может быть радость. Что не так с радостью в качестве вознаграждения за достижение успеха вместо чувства гордости? Гордость несет в себе желание признания других. И, следовательно, в ней присутствует уязвимость для гнева и разочарования, если признание не происходит в какой-то момент. Если же мы достигаем определенной цели ради собственного удовольствия, наслаждения, любви к достижению и внутренней радости, которые это приносит нам, мы неуязвимы для реакций других людей. Мы можем осознать нашу предрасположенность к боли, рассматривая эти реакции, которые мы надеемся вызвать у других нашими выборами и поведением. Это включает манеры, выражения, стиль одежды, виды имущества, которые мы выбираем, марку автомобиля, которым мы управляем, тип жилья, который мы имеем, адрес, по которому мы живем, школы, которые мы посещаем или которые посещают наши дети, или этикетки на продуктах, которые мы покупаем. На самом деле, если мы посмотрим на наше современное общество, мы увидим, к какой степени абсурда привела нас гордость. Этикетки теперь носят снаружи одежды и личных вещей. Это еще не достигло уровня граблей и лопат, но такое может рано или поздно произойти. Никто еще не додумался до этого, но мы могли бы повсюду носить с собой на показы грабли и лопаты, украшенные дизайнерскими именами. Это указывает на еще один из недостатков гордости. Она делает нас открытыми для манипуляций. Гордыня означает, что нами можно очень легко управлять. Огромные суммы денег выложивают из наших кошельков в обмен на глупости. Комичность ситуации в настоящее время заключается в том, что люди гордятся тем, насколько сильно их эксплуатируют. В настоящее время среди определенных кругов хвастают тем, сколько каждый заплатил за какие-то вещи, и это является символом статуса. Когда мы удаляем налет гламуры из этого явления, мы можем сказать, что человек просто глуп. Он в действительности или был обманут, или был наивен и просто не знал ничего лучше. Гордость снобизма является, вероятно, самой высокомерной из всех. Действительно ли показная роскошь впечатляет? На самом деле нет. Ответ, который мы видим, что роскошь нужна для привлечения внимания. Люди получают некоторое удовольствие от показного блеска, но в глубине души они в действительности не уважают его, потому что они знают, что это собой представляет в реальности. Когда мы довольствуемся гордыней за показную роскошь, мы ни на кого не производим впечатления. Это динамично показало себя во время моей поездки в Канаду с целью посетить дом одного богатого человека, который ненавязчиво сообщил мне о стоимости его многого имущества. В той же самой поездке мы видели истощенных канадских индийских детей, играющих вокруг огромных элеваторов, переполненных зерном, которые держали там с целью манипуляции мировой ценой на зерно посредством создания искусственного дефицита. Пока этот богатый человек говорил о своих богатствах, образы детей с их тонкими маленькими ножками проносились в моем уме. Далекий от того, чтобы быть впечатленным его богатством, я чувствовал печали за его представление о ценностях и сострадании, из-за отсутствия самоуважения, которое вынудило его компенсировать это в такой жалкой поверхностности. Говорит ли все это о том, что мы не можем испытывать удовольствие от дорогого имущества? Нет, нисколько. То, о чем мы говорим, это гордость. Проблема не состоит в том, что у нас есть имущество, но в том, что у нас есть гордое, собственническое и самодовольное отношение к нему. Это позиция гордости, которая создает пространство для страха. Тот же самый богатый человек в Канаде, упомянутый выше, также имел дорогую систему сигнализации. Гордость, как все другие отрицательные эмоции, порождает вину. Вина порождает страх. Страх означает возможные потери. Гордость, поэтому, всегда означает потерю душевного спокойствия. Противоположность гордой жадности – простота. Простота не означает бедности в имуществе, скорее это настроение. Другой знакомый мне человек стоит миллионы долларов, и она является собственником множества недвижимости и имущества. Все же, как человек, она олицетворяет абсолютную простоту. Ее имущество отражает то, что мир дал ей, и она получает радость из его красоты. Поэтому от нее никогда не услышишь критики, и при этом другие не выражают ей зависти. Имеет значение не то, что мы имеем, а то, как этим владеем, как мы относимся к этому в нашем сознании и его значении для нас. Кстати, все состояние этой женщины полностью лишено сигнализацией или сторожевых псов. Когда на это обратили ее внимание, она ответила «О небеса! Если бы кому-то действительно было нужно что-то так сильно, они смогли бы это получить». Есть связь между тем фактом, что никто никогда ничего не крал у нее, и тем, что она готова делиться с другими. Ее неуязвимость к воровству было связано с отсутствием у нее гордости за ее имущество. Собственничество и привязанность возникают в результате гордости. Привязанность, поэтому, потенциальная причина для страдания, потому что привязанность вызывает страх перед потерей, и с потерей мы возвращаемся к апатии, депрессии и печали. Если мы будем гордиться автомобилем, и кто-то украдет его, мы испытаем мучение, боли, страдания. Если вместо этого мы свободно будем обладать автомобилем, говоря об эмоциях, и мы наслаждаемся его красотой и совершенством, и мы чувствуем себя благодарными за то, что имеем его, то его потеря вызовет только незначительную досаду. Благодарность – одно из противоядий гордости. Если нам случилось родиться с высоким IQ, мы можем быть благодарны за него, а не гордиться им. Это не достижение. Мы родились с этим. Если мы благодарны за то, что нам дано, и за то, что было совершено благодаря нашим Богом данным талантам и усилиям, то мы находимся в спокойном душевном состоянии и неуязвимы к боль. Можно наблюдать забавную странность человеческого разума, который прикрепляет гордость ко всему, чему предшествует слово «мой». У нас может быть абсурдная гордость по поводу тривиальнейших вещей, и как только мы видим комичность этой ситуации, тогда не составляет большого труда отпустить вовлеченную в нее гордость. У некоторых людей, по иронии судьбы, есть уязвимость из-за обратного снобизма. Они гордятся удачными покупками и добычей в эконом-магазинах. Их личное мнение о людях, которые платят чрезмерные цены за вещи, что те как овцы, с которых стрягут шерсть. И они повторяют наизусть пословицу «у дурака деньги долго не держатся». В этой толпе снобов из магазинов эконом-класса символом статуса является невероятная сделка. На самом деле они часто соревнуются друг с другом в том, кто найдет самые выгодные предложения. Забавное наблюдение. У предмета одежды, висящего в магазине подержанных товаров, нет стоимости вообще, пока это не становится моим. Тогда мгновенно он начинает обладать огромной ценностью. Трудная сторона обозначения вещей словом «моё» является гордость, которая появляется вместе с чувством обладания. Это заставляет нас в честь необходимого защищать все, что мы маркируем как «мой». Мы можем уменьшить нашу уязвимость, отпустив желание обладать. Вместо того, чтобы говорить «мой», мы можем использовать слова в их общем значении. Не моя рубашка, но рубашка. Также мы сможем почувствовать изменение эмоционального фона, если мы рассмотрим одно из наших мыслей, как мнение, вместо моего мнения. Почему люди становятся настолько агрессивны из-за своего мнения? Это только из-за этого чувства моего. Если мнение рассматривается вместо этого как только мнение, тогда больше нет уязвимости для гнева, порождаемого гордостью. Мнение. Если мы посмотрим на мнение, мы увидим, что всем им грош цена. У всех на улице есть тысяча мнений о тысячах предметов, и их мнения изменяются от момента к моменту, и уязвимы для каждой мимолетной прихоти моды, пропаганды и необычных увлечений. Сегодняшнее мнение «да», это завтрашнее мнение «нет». Мнение этого утра к вечеру уже может устареть. Мы можем спросить себя, хочу ли я расширить свою уязвимость к нападениям, так сильно отождествляя себя со всеми этими мимолетными мыслями и называя их моими. У всех есть мнение обо всем. Так что с того? Когда мы посмотрим на истинное качество мнений, мы прекратим придавать им такое большое значение. Если мы оглянемся назад на нашу жизнь, мы увидим, что каждая ошибка, которую мы когда-либо совершали, была основана на мнении. Мы станем намного менее уязвимыми, если мы поместим наши мысли, идеи и верования, которые все являются мнениями, в другой контекст. Мы можем рассмотреть их как идеи, которые нам нравятся или не нравятся. Некоторые мысли доставляют нам удовольствие, и поэтому они нравятся нам. Просто потому, что сегодня нам нравятся именно они, не означает, что мы должны пойти за них на войну. Нам нравится концепция, пока она служит нам, и мы получаем от нее удовольствие. И, конечно, мы с готовностью отказываемся от нее, когда она больше не является источником удовольствия. Когда мы рассмотрим наше мнение, мы увидим, что прежде всего ценность им придают наши эмоции. Вместо того, чтобы гордиться своими мыслями, почему бы просто не любить их? Почему просто не любить определенную идею из-за ее красоты, из-за ее вдохновляющего воздействия на нас, или из-за ее практической пользы? Если мы рассматриваем наши мысли в таком ключе, нам больше не нужна гордость от того, чтобы быть правым. Если мы придерживаемся того же самого взгляда на то, что нам нравится или не нравится, мы больше не расположены к спорам об этом. Например, если мы любим музыку определенного композитора, мы больше не должны защищать ее. Мы могли бы надеяться, что наш компаньон будет также любить ее. Но в противном случае худшее, что мы можем чувствовать, это умеренное разочарование при неспособности разделить что-то, что мы лично ценим и чем наслаждаемся. Если мы попробуем это, мы обнаружим, что люди больше не нападают на то, что мы любим и не любим, а также на наши идеи. Вместо защищающегося поведения теперь они получают от нас понимание. Они понимают, что мы ценим определенные вещи, именно поэтому мы думаем то, что думаем. Но больше они не будут критиковать или нападать на нас. Худшее, что мы можем получить, это, возможно, шутки или недоумения. Где отсутствует гордость, нападение также отсутствует. Это очень ценно в таких областях, как политика и религия, которые исторически склонны к тому, чтобы обнаруживать доводы, которые тактически обходят в культурном обществе. Мы найдем, что если мы любим нашу религию, какой бы она ни была, никто не нападет на нас. Однако если мы горды, нам придется избегать этого предмета, потому что гнев быстро возникнет как побочный продукт гордости. Когда мы действительно ценим что-то, мы поднимаем это на высоту, недоступную для оскорбительной риторики. То, что мы действительно нежно любим и перед чем преклоняемся, защищено нашим собственным почтением. Если мы говорим кому-то, что делаем что-то, потому что мы получаем от этого удовольствие, то не так уж много они могут сказать об этом, не так ли? Если мы подразумеваем, что мы делаем это, потому что мы правы, так как делаем это, мы немедленно увидим, как они выходят из себя, потому что у них также есть мнение о том, что является правильным. Наши ценности – это наши предпочтения. Мы придерживаемся их, потому что мы любим их, наслаждаемся ими и получаем удовольствие от них. Если мы будем держать их в этом контексте, нас оставят в покое наслаждаться ими. Причина, по которой гордость вызывает нападение, это то, что она подразумевает, что мы лучше, чем, что является неотъемлемой частью гордости. Мы видим многих людей, которые придерживаются различных режимов диеты, и они гордятся этим. Следовательно, они придерживаются мнения о правильности их диетических систем и пищевых предпочтений. Они даже пытаются навязать свои системы членам семьи и друзьям, расхваливая моральное или медицинское превосходство их диетической практики. Напротив, есть люди, которые следуют тем же самым режимам питания, потому что они наслаждаются ими, потому что благодаря им они чувствуют себя лучше, или потому что это для них является определенной духовной практикой. Следовательно, вы никогда не увидите их спорящими об этом с кем-то, потому что им нечего защищать. Если кто-то говорит нам, что они едят тем способом, которым они едят, потому что они получают от этого удовольствие, то нам к этому нечего добавить, не так ли? Если, с другой стороны, они делают вывод, что их способ принятия пищи правильный, подразумевая, что наш неправильный, что они действительно говорят – это то, что они лучше, чем мы. И это всегда пробуждает негодование. Если мы не занимаем гордую позицию по поводу наших мнений, то мы свободны изменять их. Как часто мы делали то, чего на самом деле не желали делать, потому что мы по-глупому заняли гордую позицию по поводу какого-то мнения. Очень часто мы хотели бы передумать или поменять направление, в котором шли, но мы заперли себя тем, что заняли гордую позицию. Это поднимает вопрос об одной из причин сопротивления отказу от гордости, и это сама гордость. В позициях гордости одна из основополагающих проблем – страх. Мы боимся, что если мы поменяем нашу позицию в определенном вопросе, это негативно повлияет на мнение о нас других людей. Одна причина потребности в смирении относительно наших мнений состоит в том, что наши мнения изменяются в процессе все более и более глубокого погружения в любой предмет или ситуацию. То, что кажется одним после поверхностного изучения, часто оказывается очень отличающимся, когда мы действительно погружаемся в предмет изучения. Это, конечно, должно ужасать политика, которая делает обещания на основе фантазий о том, что возможно. Как только он приходит к власти, он находит, что вопросы очень отличаются от того, как он их себе представлял. Проблемы намного более сложны. Ситуация складывается из комплексного воздействия многих мощных сил, действующих внутри общества. Все, что политики могут действительно обещать нам, то, что они будут использовать самые лучшие решения на благо всех, как только они более глубоко вникнут в каждый вопрос. Этот эволюционный аспект жизни – действительно все, что каждый из нас может обещать самим себе. И это самопознание защитит нас от разочарования. Это безопасность позиции открытого ума, или то, что в практике дзен называют «умом новичка». Когда мы не предубеждены, мы признаем, что не обладаем всеми фактами, и мы готовы изменить наше мнение, поскольку ситуация разворачивается. Таким образом, мы не запираем себя в боль защиты уже проигранного тела. Это очень верно даже в областях, которые, как мы думаем, основаны на строго фактических и объективных данных, таких как наука. На самом деле, наука имеет дело с гипотезами, и научные мнения постоянно находятся в процессе колебаний и изменений. Научные мнения, к большому удивлению неспециалистов, также подвержены прихоти и малютной популярности, слепоте парадигмы и политическому давлению. Например, в области психиатрии тема изучения взаимосвязей между пищей, химией крови, функцией мозга и психическими заболеваниями не была популярна в прошлом. Ученые и клиницисты, которые работали в этой области, оказались в группе аутсайдеров. Через некоторое время было доказано, что эта область исследований имеет большую ценность, и популярное научное мнение изменилось. Были сделаны важные научные открытия, и возникли и целые отрасли промышленности, создающие продукты, в производстве которых использовали основные результаты открытий о взаимосвязях между пищей и функционированием мозга. Предмет теперь принят как заслуживающий научного внимания, и таким образом клиницисты и ученые могут проводить исследования в этой области и считать себя частью основного сообщества ученых. Гордость поэтому также ответственна за поддержание научного прогресса, например, теории колобального потепления. Гордость делает нас слепыми ко многим вещам, которые были бы глубоко выгодны. Гордый ум в виде принятия нами этих вещей сделал бы вывод, что мы неправы. Чем более мы сильны внутренне, тем более гибкими мы становимся. И так мы открыты для всего, что действительно полезно. Гордость препятствует тому, чтобы мы видели то, что полностью очевидно. Люди умирают тысячами из-за гордости. Они буквально отказываются от своего здоровья и самой жизни. Наркоманы и алкоголики пойдут на смерть из-за гордого отрицания. У других людей есть эта проблема, но не у меня. Гордость препятствует тому, чтобы мы признали наши собственные ограничения и приняли помощь, которая нужна нам, чтобы преодолеть их. Наша гордость изолирует нас. Когда мы избавляемся от гордости, помощь входит в нашу жизнь, чтобы решить проблемы, с которыми мы боремся. Мы можем экспериментировать и доказать правдивость этого принципа, выбрав одну область, в которой мы испытываем затруднения, и полностью отбросив всю присутствующую в этой области гордость. Когда мы делаем это, начинают происходить удивительные вещи. Отпускание гордости открывает дверь к получению того, что является самым выгодным для нас. Действительно ли мы готовы отпустить гордость и ощущение себя выше других? Когда мы готовы отпустить псевдобезопасность гордости, мы испытываем реальную безопасность, которая приходит с храбростью, самопринятием и радостью. Глава десятая. Храбрость. Отличительной чертой храбрости является знание и чувство «я могу». Это позитивное состояние, в котором мы чувствуем себя уверенными, умелыми, компетентными, эффективными, живыми, любящими и отдающими, и испытываем всеобъемлющую радость от жизни. Мы способны к юмору, активности, уверенности и ясности. В этом состоянии мы чувствуем себя сосредоточенными, уравновешенными, гибкими, счастливыми, независимыми и самодостаточными. Мы можем быть изобретательными, творческими и открытыми. В храбрости, мужестве, есть много энергии, действия, отпускания, способность быть готовым, быть спонтанным, жизнерадостным, находчивым и веселым. В этом состоянии мы можем быть очень эффективными в мире. Уровень храбрости очень полезен для механизма отпускания. В храбрости мы знаем, я могу смотреть на свои чувства. Мне больше не нужно бояться моих чувств. Я могу справиться с ними. Я могу взять на себя ответственность за них. Я могу научиться принимать их и быть свободным от них. Я готов рискнуть, отпустить старые точки зрения и исследовать новые. Я готов радоваться и делиться своим опытом с другими. Я ощущаю себя готовым и способным на это. Часто легко переходить от любого из низших чувств храбрости, просто подтверждая наше мужество наблюдать и управлять нашими чувствами. Простое желание увидеть их и начать с ними работать повышает чувство собственного достоинства. Если, например, у нас есть страх и мы не желаем видеть его, тогда мы чувствуем себя опустошенными и наша самооценка снижается. Если мы захотим посмотреть на этот страх, исследовать его, признать его присутствие, увидеть, как он препятствует нашей жизни и начать отпускать его, тогда наша самооценка возрастает, независимо от того, исчезает страх или нет. Мы все знаем, что для смелости нужно посмотреть страху в лицо. Мы поддерживаем людей, которые сталкиваются со своим страхом и пытаются что-то сделать с ним. Такая смелость является одной из характеристик благородства и делает человека поистине великим. Несмотря на все их негативное программирование и несмотря на весь их страх, мужественные люди идут вперед по жизни без каких-либо гарантий и даже не зная, что ситуация улучшится. Так храбрость усиливает наше самоуважение и приносит нам уважение других. Нам больше не нужно стыдиться. Давайте рассмотрим пример человека, который всю жизнь страдал от страха высоты. Он работал над тем, чтобы избавиться от страха в течение нескольких лет, и ему стало намного лучше. Но страха все еще было много. Это было очевидно, когда он отправился в Гранд Каньон с другом. Сначала он стоял в шести футах от уступа. В предыдущие годы он бы не подошел и настолько. Теперь он стоял в нерешительности. Друг взял его за руку и сказал, «Пойдем со мной на край». И он это сделал. Он продолжал отпускать страх, когда шел вперед, и обнаружил, что действительно может стоять прямо рядом с краем, хотя правда все еще чувствует значительный дискомфорт. Когда они покинули край каньона, друг одобрительно посмотрел на него и сказал, «Ну, по крайней мере, ты сделал это. Я знаю, сколько мужества на это потребовалось». Несмотря на то, что он не полностью преодолел страх, преодолев внутренний барьер, он заслужил собственное уважение к себе и уважение других. Когда у нас есть этот прорывный опыт, мы начинаем воспринимать наш страх по-другому, и мы перестаем стыдиться его. Мы перестаем позволять ему обесценивать нашу истинную ценность. Это увеличивает нашу внутреннюю силу и самооценку. В свое время глубокие страхи, требующие смелости преодоления, уменьшаются до такой степени, что мы переходим к принятию. Самоутверждение. На уровне храбрости акцент делается на делании. Мы уже знаем, что мы способны обеспечить наши собственные потребности и потребности других людей, и мы знаем, что если мы готовы прилагать усилия, мы можем получить то, что хотим. Таким образом, люди на уровне храбрости являются дружениками мира. Поскольку мы можем отдавать только то, что уже имеем, люди на уровне храбрости способны поддерживать и поощрять других. Это связано с тем, что они могут давать, а также принимать. И существует баланс между отдачей и получением, который поддерживается естественным образом. Уровни сознания до этого момента касаются прежде всего накопления. Теперь на уровне храбрости есть большая сила и энергия. У нас есть способность отдавать другим, потому что других людей мы больше не рассматриваем прежде всего как средство помощи, выживания или поддержки. Когда мы находимся в состоянии смелости, мы ощущаем нашу внутреннюю энергию, силу и самоценность. Мы знаем, что у нас есть возможность изменить мир, а не просто получить что-то от него для себя. Из-за внутренней уверенности в себе мы гораздо меньше озабочены безопасностью. Акцент делается не на том, что есть у людей, а на том, что они делают и кем стали. С храбростью появляется готовность рисковать, и отпустить прежние защиты. Появляется готовность расти и извлекать пользу из нового опыта. Это включает в себя способность ошибаться, а не предаваясь вине и самобичеванию. Наше чувство собственного достоинства не уменьшается, если мы смотрим на области, которые нуждаются в улучшении. Мы можем признать наличие проблем без всякого самоунижения. В результате энергия, время и усилия вкладываются в самосовершенствование. На этом уровне заявления о намерении и цели являются гораздо более сильными, и предполагаемые результаты, как правило, проявляются. Мы гораздо более предприимчивы и креативны, потому что наши энергии не истощаются постоянной озабоченностью эмоциональным или физическим выживанием. Из-за большей гибкости есть готовность исследовать проблемы с целью изменения общего смысла и контекста. Есть готовность рисковать сменой парадигм. Парадигмы – это целостное мировоззрение, и оно ограничено только тем, что мы считаем возможным. Поскольку старым способом смотреть на вещи бросается вызов, наше мировоззрение начинает растягиваться и расширяться. То, что ранее считалось невозможным, становится возможным, и в конечном итоге воспринимается как новое измерение реальности. У нас есть способ заглянуть внутрь себя, чтобы исследовать нашу систему убеждений, задавать вопросы и искать новые решения. На уровне мужества мы готовы пройти курсы самосовершенствования, освоить техники сознания и рискнуть начать путешествие внутрь, чтобы найти свое истинное «Я», внутреннюю реальность. Существует готовность испытывать неопределенность, периоды смятения и временное расстройство, потому что под временным дискомфортом у нас есть долгосрочная трансцендентная цель. Ум, который действует на уровне храбрости, делает такие заявления, как «Я справлюсь с этим». «Мы сделаем это». «Работа будет выполнена». «Мы можем это увидеть». «Все пройдет». Если мы будем испытывать силу мышц человека с помощью кинезиологии в состоянии мужества, на уровне «Я справлюсь с этим». Тест будет пройден позитивно, и он останется сильным в ответ на наше давление. Хотя по-прежнему существует уязвимость к негативным мыслям или энергиям, например, испускаемым флуоресцентными лампами или искусственными подсластителями, поле биоэнергии в этом состоянии является более сияющим, чем поле более низких отрицательных состояний. Поскольку мужество является более сильным, более устойчивым энергетическим полем, физические болезни с меньшей вероятностью станут преобладающим аспектом жизни. Там могут быть хронические остатки болезней, которые возникли на нижних уровнях сознания, но они, как правило, не стабилизируются. В храбрости присутствуют общие чувства и силы, и благополучия. Образ жизни на этом уровне демонстрирует равновесие между работой, наслаждением и любовью. Нет необходимости в чрезмерных амбициях или трудоголизме, хотя люди на уровне мужества способны действовать очень энергично, если этого требует ситуации. Из-за отказа от подобного негатива появляется желание и способность любить и иметь любящие отношения. Теперь они приравниваются к усилиям по выживанию. Существует профессиональная безопасность и в рабочей области есть забота о благополучии других. Люди на этом уровне характеризуются тем, что им нужна работа, которая принесет пользу миру. Они хотят чувствовать, что в их работе больше смысла, чем просто зарплата. Личный рост важен, и на этом уровне есть осознание того, что наша жизнь оказывает положительное или отрицательное влияние на окружающих. На нижних уровнях сознания, которые характеризуются эгоизмом, существует так много беспокойства о личной выгоде, что очень мало энергии или мыслей направляется в область нашего воздействия на других. На уровне мужества мы больше не идентифицируемся только с маленьким «я». Мир больше не рассматривается как отнимающий или наказывающий плохой родитель. Вместо этого мир рассматривается как наполненный вызовами и предоставляющий возможности для роста, развития и нового опыта. Таким образом, этот уровень характеризуется оптимизмом и ощущением того, что с правильными фактами, образованием и ориентацией рано или поздно большинство проблем можно будет разрешить к нашему удовлетворению. Нижние уровни ограничивают наше сознание личными нуждами, но на этом уровне становятся важными социальные вопросы и энергия расходуется, чтобы преодолеть социальные проблемы и помочь тем, кому повезло меньше. Поэтому щедрость становится возможной не только в финансовом плане, но и в отношениях. Удовольствие проистекает из приверженности делу и от поддержки усилий других. Эта энергия создает новые рабочие места, предприятия, отрасли промышленности, а также политические и научные решения. Образование, хотя они всегда в академическом смысле, становится важным. На уровне храбрости мы действительно начинаем развивать осознанность. Мы обретаем понимание, что у нас есть свобода и способность выбирать. Мы больше не должны быть жертвой, и свобода в психологическом, эмоциональном и духовном смысле возможна. Таким образом, присутствует гораздо меньше жесткости, и загибкости, и способности к заботе, и искренней любви к другим. Люди на этом уровне представляют собой хороших родителей, начальников, служащих и граждан. Есть способность ставить себя на чужое место и забота о чувствах других людей, а также их общем благополучии. Хотя более низкие негативные чувства по-прежнему имеют место, они не преобладают и не определяют образ жизни. То есть мы делаем это, даже если боимся. Люди на этом уровне являются опорой страны. Это люди, к которым мы обращаемся, когда это необходимо для общего блага. Они надежны, и на них можно рассчитывать из-за их готовности принять ответственность. На этом уровне есть социальная совесть и гуманизм. Как основа моральных решений, вина отходит на второй план в пользу других. Именно с этого уровня мы получаем такие высказывания, как «Успех порождает успех». Компетентное выполнение деятельности рождает положительную обратную связь, которые укрепляют доверие и позволяют больше саморазвития, а также исследований мира. Несмотря на то, что для достижения церей все же требуется усилия, их нужно намного меньше, чем на более низких уровнях. Существует большее удовлетворение и вознаграждение за труд, потому что здесь возникает больше награды с меньшими усилиями, чем те, которые потребуются для преодоления страха. Существует гораздо больше возможностей не только обращаться за помощью, но и использовать ее и извлекать из нее пользу. Деньги используются в гораздо более конструктивной манере и существует озабоченность тем, как расходы повлияют на жизнь других людей. Деньги не расходуются исключительно на самоудовлетворение, самовозвеличивание или самообогащение. Скорее они рассматриваются как инструмент для достижения цели. Это тот уровень, на котором становится возможным истинное духовное осознание. Из-за отхода от эгоизма и отказа от отождествления с малым «я» возникает опыт переживания более высоких энергий и надежда на повышение осознания. На низших уровнях Бог рассматривается с эмоциональной окраской соответствующего уровня. Таким образом, в апатии все отношения с Богом безнадежны, если их вообще можно увидеть. На уровне скорби и грусти чувствуется безнадежная отделенность от любой помощи Бога. Когда человек одолевает чувство вины, он чувствует себя недостойным любых отношений с Богом и ожидает наказания, а не любовь. На уровне страха страх может быть настолько велик, что проблема Бога не может быть даже представлена. Так что этот предмет просто вычеркивается из сознания, и Бог видится как пугающий, карающий, мстящий, ревнивый и сердитый. На уровне гнева Бог рассматривается как отнимающий, и своевольный, капризный и отказывающий. На уровне гордости существует эгоизм по поводу своей религиозной или духовной позиции, характеризующейся жестокостью, негибкостью, нетерпимостью, склонностью к исключительности, фанатизму, клановости, религиозным конфликтам и вражде. На уровне храбрости мы готовы взять на себя ответственность за нашу религиозную или духовную позицию. Повышенное сознание часто приводит к появлению духовного поиска, и стремление к истине в юрелигиозном или духовном смысле действительно пробуждается. Это может привести к подтверждению нашей предыдущей позиции, но теперь совершенно новой точки зрения, выбора. Это может привести к изменениям, которые могут быть либо постепенными, либо внезапными. На этом уровне происходит пробуждение сознания и осознание того, что наши убеждения и взгляды теперь являются результатом нашего выбора, а не просто результатом предыдущего ослепого программирования. Происходит поиск смысла, и это может произойти на уровне этики и гуманизма, а не в области специально обозначенной как формальная религия. Мы исследуем нашу социальную функцию и роль в мире, и мы задаем вопросы о ценности нашей жизни не только для себя, но и для других. Карл Юнг сказал, что здоровая личность одинаково уравновешена между работой, игрой, любовью и аспектом личности, называемой духовностью, которую мы могли бы также определить как поиск смысла и ценности. Эти поиски вызывают внутренний дискомфорт, но также и моменты принятия внутреннего спокойствия. Возникают моменты интуитивного понимания, которые заставляют нас продолжать поиски, выяснять, есть ли что-то помимо физического и материального мира и его постоянно меняющихся явлений. Этот уровень сознания является одним из самых подходящих для того, чтобы рассмотреть и отпустить большее количество негативных чувств. На этом уровне мы обладаем энергией, способностью, уверенностью в себе и готовностью приобретать ноу-хау и проходить необходимые шаги обучения. На этом уровне есть стремление к самосовершенствованию и осознании того, что возможны лучшие состояния ума. Уровень мужества знает, что не нужно терпеть поле страдания отрицательных эмоций или их вмешательства в удовольствие и жилье. В мужестве мы больше не готовы выплачивать цену за негатив. Мы обеспокоены последствиями наших негативных ощущений для благосостояния других людей, с которыми мы тесно связаны. Большинство людей, которые изучили технику отпускания, продолжают использовать ее до тех пор, пока не достигнут такого уровня сознания. На этом уровне их основные жизненные проблемы находятся под контролем. Они испытывают профессиональное удовлетворение и успех. Материальные желания удовлетворяются. Основные проблемы в отношениях наладились. Они перестают сознательно испытывать боли и страдания. Есть удовлетворение от роста и развития в определенных областях. Когда мы чувствуем себя комфортно, возникает искушение прекратить использование техники и возобновлять ее использование только в чрезвычайных ситуациях или когда негативные чувства снова становятся болезненными и требуют нашего внимания. Однако еще многое предстоит сделать. Поскольку всегда испытывается какое-то чувство, которое можно отпустить, продолжение процесса будет приносить все большую и большую пользу. Непрерывное отпускание приведет к постоянным тонким изменениям, особенно на уровнях тонкого сознания в нашей способности к любви. Раньше мы сравнивали излучение любви, которое проистекает из нашего высшего аспекта, с энергией солнечного света. Мы отметили, что по мере удаления темных облаков негативности, эта энергия, наша способность принимать ее и звучать ее вовне, постепенно возрастает. На уровне храбрости наша способность любить теперь намного сильнее, и она имеет способность поддерживать и поощрять других, придают силы тому, что в них положительно и конструктивно. Содействие их развитию приносит нам удовольствие от наблюдения за их ростом и их растущим счастьем. Эта способность внутри нас может становиться все сильнее. Она может стать еще более мощной и самоценной, а также более полезной для других. Мы можем использовать мужество, чтобы укрепить наше желание расти за пределы нашего нынешнего состояния, потому что на этом уровне мы уже получаем представление о том, что есть что-то внутри нас, о чем мы до сих пор не подозревали. Об этом свидетельствуют те внезапные эпизоды совершенной тишины и покоя, в которых мы ощущаем большую ясность, понимание и повышенную чувствительность к красоте. Мы обнаруживаем, что именно посредством музыки, а не из-за нее, мы переживаем внезапное спокойствие ума. И в этот момент тишины нам позволено испытывать опыт более широкого измерения. Мимолетные секунды, когда мы чувствуем полную идентификацию и единство с другими, как будто никогда не было никакого разъединения. Это моменты прорыва в переживании нашего настоящего внутреннего я. Воспоминания об этих моментах никогда не забываются. Когда они впервые начинают происходить, мы не знаем, что они означают, мы считаем их случайными. Только по воле случая. Мы приписываем эти ощущения внешним событиям, таким как красота заката, симфонический пассаж или любящий жест. Но когда мы исследуем глубже, мы находим, что это были только обстоятельства, которые позволили чему-то другому случиться. Они не были причиной. Они позволили случиться определенной неподвижности разума, и из-за этой тишины нам был предоставлен момент, в котором мы смогли испытать нечто иное, чем болтовня нашего собственного ума, с его непрерывной, беспокойной игрой ощущений, чувств, мыслей, эмоций и воспоминаний. В моменты, когда время как будто останавливается, мы можем мельком бросить свой взор на то, что возможно. Эти моменты настолько полезны, что их ценят всю жизнь. Когда они происходят, переживается что-то чрезвычайно впечатляющее. Может ли так быть, что за пределами турбулентности мира и нашего собственного ума существует тишина, мир покоя, который всегда ждет нас? Глава 11. принятие В принятии мы наслаждаемся переживанием гармонии. Мы чувствуем, как будто события текут. Мы чувствуем себя в безопасности. Мы можем быть полезными для других без чувства самопожертвования. Присутствие чувства «я в порядке», «с вами все в порядке» и мир в порядке. Это чувство принадлежности, наполненности, любви, понимания и ощущения, что тебя понимают. Это чувство заботы, тепла и самоценности. Из-за безопасности этого состояния мы можем позволить себе быть мягкими, расслабленными и естественными. Присутствует радость, и мы чувствуем себя в гармонии и расслаблены. Есть ощущение, что все в порядке, если быть самим собой. Все идеально, как есть. В состоянии принятия есть ощущение, что ничего не нужно менять. Все идеально и красиво, как есть. Миром нужно наслаждаться. Сострадание к живым людям и ко всем живым существам. В этом состоянии мы автоматически воспитываем и поддерживаем других из какого-либо чувства жертвы. Из-за внутренней безопасности и чувства изобилия есть щедрость и легкость отдавания, без ожидания возврата или учета того, что отдаётся. Например, вот что я делаю для вас. Когда мы находимся в состоянии принятия, мы любим своих друзей, а не критикуем. И мы готовы любить их, несмотря на их ограничения, которые мы охотно не замечаем. То, как люди предстают перед нами из этого пространства, это что каждый на самом деле делает всё возможное с помощью того, что у него есть на данный момент. Мы видим, что вся жизнь эволюционирует к совершенству, и мы находимся в состоянии синхронизации с законами Вселенной сознания. В этом состоянии мы действительно начинаем понимать любовь. На уровне принятия любовь воспринимается как стабильное состояние, непременное условие отношений. Источник любви виден внутри нас. Он исходит от нашей собственной природы и охватывает других. В состоянии желания страсти напротив мы говорим о том, чтобы быть влюбленным. В состоянии желания страсти напротив мы говорим о том, чтобы быть влюбленным, поскольку считается, что источник счастья и любви находится вне нас самих. Когда мы находимся на низшем энергетическом уровне желания, мы хотим быть любимыми. Любовь здесь это то, что мы получаем. Однако на уровне принятия наша любовь излучается естественным образом из-за глубины нашего существа, потому что множество блоков, мешающих ее осознанию, были отпущены. Мы обнаруживаем, что эта любовь является нашей внутренней природой и что она появляется спонтанно и автоматически, когда блоки удаляются. Это то, что великие учителя имеют в виду, говоря о нашей истинной внутренней сущности, о нашем истинном Я. Цель нашего внутреннего Я – превзойти Эго, которое вмещает все наши негативные чувства, программы и мысли, чтобы мы могли ощутить внутреннюю природу своей сущности. Есть много путей, которые переносят нас в состояние принятия. И это ворота, которые в конечном итоге ведут к следующим высшим состояниям, описанным как уровни сознания, любви и мира, спокойствия. Для многих людей, которые использовали отпускание в течение длительного времени, эта конечная цель постепенно вытесняет все остальные. Пребывание в состоянии безусловной любви и невозмутимого спокойствия становится внутренней целью, более важной, чем любое другое достижение. Принятие себя и других На уровне принятия из-за существенного изменения в способе, который мы воспринимаем других, теперь мы осознаем внутреннюю невинность, находящуюся позади безумной, управляемой страхом борьбы, которая скрывала ее наличие в нас и в наших соседях, друзьях и семьи. Великие учителя говорили, что негативность, которую мы видим в человеке или в обществе, в действительности обусловлена слепотой, невежеством и неосознанностью. Эта внутренняя невинность, когда она воспринимается в других, также воспринимается в нас самих. Все, что мы сделали, было сделано, потому что в то время мы просто не знали ничего лучше. Если бы мы знали лучший способ в то время, мы бы сделали именно так. В то время это казалось хорошей идеей, говорим мы. Мы видим, что та же самая слепота действует у других, и мы можем смотреть мимо дефектов их характера и видеть невинного ребенка внутри. Как только мы видим нашу невинность, возникает идентификация с другими людьми и уходит чувство одиночества и напряжения и стресса. Мы можем видеть невинность даже за самыми необдуманными и, по-видимому, ужасными поступками. Мы заглядываем внутрь человека и видим испуганное животное, которое просто не знает ничего лучше. Мы отдаем себе отчет, что если он загнан в угол, он наверняка нападет на нас и укусит. Он просто не понимает, что наши намерения носят мирный характер, и поэтому он дико сопротивляется. В состоянии принятия можно простить наше собственное прошлое, так же, как и других, и исцелить прошлые обиды. Также возможно увидеть скрытый дар в прошлых событиях, на которые мы обиделись, включая их возможное кармическое значение. С этого уровня можно создать другой контекст, с помощью которого можно просмотреть прошлое и тем самым исцелить его. С окончательным завершением уровня принятия мы чувствуем себя уверенными в будущем и можем перейти к уровням любви и покоя. Разум и логика становятся инструментами для реализации этого потенциала. еще одной характеристикой уровня принятия является то, что мы больше не озабочены моральным суждением, что является хорошим или плохим. Просто становится очевидным, что работает, а что не работает. Легко видеть, что разрушительно и что оптимально, не осуждая ничего как зло. Происходит устранение вины, которое сопровождает осуждение в отношении других о нас самих. Мы можем видеть смысл утверждения «не судите, да несудимо будете». В принятии мы отпустили внутреннего торговца виной, который обнаруживал вино даже в отношении наших самых базовых человеческих побуждений. Мы можем наслаждаться нашей интересностью безморалистического отвращения или неконтролируемого компульсивного самоудовлетворения. Мы согласны с тем, что другие люди пришли к пониманию своей жизни и своих этических взглядов таким способом, который имеет для них смысл, даже если их убеждения и поведение сильно отличаются от наших. Когда мы видим невинность в каждом, мы можем по-настоящему осуществлять любовь к ближнему как к себе. И таким образом отпускание позволяет нам достичь возвышенной цели даже без осознания этого. Уровень принятие характеризуется качествами самоотверженности и служения. Это происходит из-за отпускания отрицательных чувств, которые создают маленькое «я», что устраняет нашу идентификацию с ним. Вместо этого внутреннюю гармонию и покой воспринимают как природу нашего большего «я». Благодаря тому, что негативные программы были отброшены, появляется больше творчества, вдохновения и интуиция. Мы чувствуем уверенность, что наши личные нужды будут удовлетворены. Поэтому происходит сдвиг в отношениях, с тем, чтобы основное внимание уделялось благосостоянию и счастью других людей. Этому способствует тот факт, что на этом уровне больше нет нужды в зависимости от других людей, потому что мы не чувствуем, что нам необходимо что-то получить от них. в отношениях любящего принятия незначительное несовершенство больше не имеет серьезного значения и не учитывается. В принятии происходит снижение озабоченности деланием. Внимание все больше направляется на качество самого бытия и совершенствование нашей внутренней способности к забытии любви. Хотя негативные чувства все еще могут возникать, они появляются все реже и управляются с большей легкостью. В общем, функционирование теперь легко и повседневная деятельность становится едва заметной из-за ее легкости. Личная ответственность Отличительной чертой этого состояния является принятие ответственности за наше собственное сознание. Интерес к медитации и различным методам внутреннего созерцания является общим моментом. Важны духовные и этические вопросы. Мы можем, например, присутствовать на религиозных ритуалах, если мы религиозны, или мы можем заняться духовными или гуманитарными делами, если мы ориентируемся на эти сферы. Мир видится гармоничным, и любое изменение этого видения осознается как проекция на него наших внутренних конфликтов. На этом уровне есть осознание того, что все негативные чувства являются нашей собственной проблемой, и мы больше не ищем их разрешений за пределами себя. Существует серьезность в отношении роста нашего собственного сознания и самосознания, а также в том, чтобы сосредоточиться на оттачивании качества сознания. На этом уровне мы можем начать развивать интерес к философии, научным исследованиям мышечный и духовной классики, которые исследуют высочайший потенциал человеческого разума и духа. Что становится все более важным, это то, чем мы становимся, а не то, что мы имеем или делаем. На этом уровне мы берем на себе задачу максимально реализовать наш внутренний потенциал и развивать потенциалы мечты других. Если провести мышечный тест в этом состоянии, мы демонстрируем силу. Мы относительно невосприимчивы к негативным влияниям, таким как ослабляющие вибрации флоресцентных ламп, синтетических тканей или искусственных посластителей. Существует твердая приверженность здоровью и благополучию, а также улучшению самих себя на всех уровнях. Проблемы со здоровьем часто считаются проблемами на психологическом, эмоциональном или ментальном уровнях. Поэтому постоянно происходит процесс поиска и применения ресурсов, которые помогают решать проблемы на всех этих уровнях. Теперь доступна сила самовосстановления. Принимаем мы свободно быть в настоящем. Как только мы приняли нашу истинную природу и пути вселенной, как они отражены в нашем мире, больше нет сожалений о прошлом и нет страха перед будущим. Когда прошлое исцелено, страха перед будущим больше не существует. Это происходит потому, что в обычном эго-ориентированном состоянии сознания эго стремится проецировать прошлое на будущее, а прошлое, которое рассматривается негативно, становится пугающим, когда проецируется на мнимое будущее. Отпускание более низких энергий вины, страха, гнева и гордости смягчило тяжесть прошлого и очистило облака будущего. Мы встречаем сегодняшний день с оптимизмом и благодарностью за то, что живы. Мы видим, что вчера прошло, завтра еще не наступило, и мы имеем только сегодня. Таким образом, уровень принятия – это тот уровень сознания, который является для нас долгосрочной целью, поскольку он позволяет нам освободиться от большинства жизненных проблем и испытать удовлетворение и счастье. Глава 12 Любовь На уровне любви мы искренни, щедры, заботливы, ласковы, преданы и готовы прощать. Любовь защищает, сотрудничает, преображает, создает целостность и милосердие. Она характеризуется теплом, благодарностью, признательностью, смирением, завершенностью, чистотой мотивов и безмятежностью. Любовь – это способ бытия. Это энергия, которая излучается, когда препятствующие и плоти отпущены. Это больше, чем эмоция или мысль. Это состояние бытия. Любовь – это то, чем мы стали благодаря пути отпускания. Это способ быть в мире, который говорит «Как я могу помочь вам? Как я могу утешить вас? Как я могу одолжить вам денег, когда вы нуждаетесь? Как я могу помочь вам найти работу? Как я могу утешить вас, когда вы страдаете от утраты в своей семье?» Любовь – это способ, с помощью которого мы вносим в мир свет. Каждый человек имеет возможность внести вклад в красоту и гармонию мира, проявляя доброту ко всем живым существам и тем самым поддерживает человеческий дух. То, что мы свободно отдаем жизни, возвращается к нам, потому что мы в равной степени являемся частью этой жизни. Как репь на воде, каждый дар возвращается дающему. То, что мы утверждаем в других, мы на самом деле утверждаем в себе. Как только мы пожелаем начать проявлять любовь, очень быстро мы сделаем открытие, что мы окружены любовью и просто раньше не знали, как получить к ней доступ. Любовь присутствует повсюду. Нам нужно лишь осознать ее присутствие. Любовь проявляется многими способами. Маленький мальчик запоминает песню, которую учит его отец, и он все еще помнит ее 80 лет спустя. Маяк ведет корабль через страшный тайфун три дня без перерыва, без еды и питья, когда все его товарищи страдают морской болезнью. Врач любит и молится за каждого пациента, хотя никто из них не знает об этом. Мать чистит грязные брюки маленького ребенка с диареей, говоря, «Дорогой, это не твоя вина, ты ничего не мог с этим поделать». Жена рано встает, чтобы делать кофе каждое утро именно так, как это нравится мужу. Пес ждет в двери возвращения хозяина и виряет хвостом, когда тот входит в дверь. Котик морлычит, пепчая птица поет. Обычно люди думают о любви, как о романтической любви, где есть дорогой и милая. Но романтическая любовь – это лишь малая часть человеческой жизни. Есть много видов любви, отличных романтической любви, и они наполняют наш повседневный опыт. Любовь к домашним животным, любовь к семье и друзьям, любовь к свободе, любовь к цели, любовь к стране, любовь к символам, любовь к творчеству, любовь к прощению, любовь к признанию, любовь к мотивации, любовь к принятию, любовь к доброту, любовь к сущности отношений, любовь как групповая энергия, любовь как восхищение, любовь как добродетель, любовь как энтузиазм, любовь как уважение, любовь как доблесть, любовь как братские узы единства, любовь как дружба, любовь как преданность, любовь как привязанность, любовь как забота, любовь как самоотверженная материнская любовь, любовь как верность. Любовь – это великолепная вещь, как гласит популярная песня. На практике это утверждение верно. Когда мы отпустим все сопротивления любви и отпустим негативные чувства, которые блокируют любовь, тогда мир засияет великолепием любви. На уровне любви это сияние больше не скрывается от нас. Любовь облегчает исцеление. Она преображает жизнь. Мы видим это в правдивой истории об охотнике на уток, который внезапно изменился, став свидетелем проявлений любви. Однажды он был на охоте на уток, что он часто делал для отдыха. Как обычно, он увидел летящую утку, выстрелил от нее и наблюдал, как она упала на землю. К его внезапному изомлению он увидел, как другая утка сразу подлетела к своему товарищу и расправила крылья над ним, чтобы укрыть его. Увидев ее любовь, сердце охотника изменилось. Он больше никогда не охотился. Когда вы становитесь любящими, есть определенные вещи, которые вы никогда не сможете сделать снова. И есть определенные вещи, которые вы можете сделать в энергетическом поле любви, которые иначе невозможны. Более того, люди делают для вас то, что они не сделали бы для других. Любовь делает возможным чудо, не называя его чудесным. Любовь производит преображающий эффект. Иногда лучше не говорить людям, что вы их любите, потому что они испугаются и подумают, что у вас есть планы на них, если вы хотите что-то от них получить. Честно говоря, некоторые люди боятся и подозрительны к любви. Поэтому любить и таких людей не говоря им. Любовь – это способ бытия, который преображает все вокруг вас из-за излучения этой энергии. Это происходит само по себе. Мы не должны ничего делать, и нам не нужно ничего вызывать. Любовь – это энергия, которая безмолвно преображает каждую ситуацию. Это означает, что люди, полные гнева в нашем присутствии, внезапно начинают желать простить других. Мы видим, как человек преображается прямо перед нами. Отпуская гнев, они могли бы сказать, что уж нет причин так злиться на него. Он слишком молод, чтобы знать лучше. Они найдут причину для того, чтобы защищать человека, вместо того, чтобы нападать на него. Любовь дает возможность нам и окружающим нас людям совершать то, на что мы были бы без нее не способны. Прощение – это аспект любви, который позволяет нам видеть жизненные события с точки зрения блага. Мы прощаем себя за ошибки, которые мы сделали, когда мы были менее развиты. Полезно видеть эго или маленькую часть себя, как милого маленького плюшевого мишку. Плюшевый медведь неплох. Мы не ненавидим и не ругаем маленького медведя. Мы любим его и принимаем его таким, какой он есть. Милым маленьким зверьком, который не знает ничего лучше. Мы преодолеваем низшие аспекты себя, принимая и любя их. Мы рассматриваем эго как ограниченное, а не плохое. В энергетической сфере любви мы окружены любовью, и это приносит благодарность. Мы благодарны за нашу жизнь и за все чудеса жизни. Мы благодарны собачкам и котятам, потому что они представляют любовь. Мы благодарны за каждый акт доброты от других, их расположения, заботы и внимательность. В конце концов, мы просто становимся любовью. Все, что мы делаем и говорим, каждое движение, которое мы делаем, заряжается той любовью, которую мы обрели внутри себя. Говорим о большой аудитории или кладем собаку, мы проявляем энергию любви. Мы хотим поделиться тем, что мы держим у сердца, как эмпирическое знание. И мы держим его в сердце для всех и для всего, чтобы они тоже могли это почувствовать. Мы молимся за это внутреннее переживание и бесконечное любви ко всем вокруг нас, включая животных. Наша жизнь – это благословение для всего, что нас окружает. Мы признаем других и наших животных, мы признаем других и наших животных, как дар, которым они являются для нас. Любовь исходит из сердца. Когда мы находимся в присутствии людей, которые любят друг друга, мы вбираем эту энергию. Любовь наших близких, домашних животных и друзей – это любовь божественного к нам. Когда мы ложимся спать по ночам, мы благодарим за то, что весь день мы были окружены любовью. Каждый момент возможен только из-за любви. Написание этой книги возможно только благодаря любви. В состоянии любви мы просыпаемся каждое утро и благодарим за еще один день жизни, и мы стремимся сделать жизнь лучше для всех вокруг нас. Из-за присутствия любви все становится лучше. Яйца обжариваются лучше, головка спасается, котенка кормят, и собачка, забранная из приюта, привезена домой. Мы разделяем нашу любовь со всем, что вокруг нас, всеми формами жизни, кошечками, собачками, другими людьми, всеми живыми существами. Да, даже злодеи. Если это наша работа – следить за схваченным злодеем, мы стремимся сделать его жизнью терпимой. Мы говорим «мне жаль, что я должен держать пистолет у вашей головы, но это моя работа». Мы стараемся быть добрыми и щедрыми, какими мы можем быть, без исключения. Чем больше мы любим, тем больше мы способны любить. Любовь безгранична. Любовь порождает любовь. Вот почему психиатры рекомендуют иметь питомца. Например, собака приносит любовь и усиливает любовь в сердце владельца. Любовь продлевает жизнь. Фактически исследования свидетельствуют о том, что наличие собаки продлевает жизнь владельца на 10 лет. Просто подумайте обо всех причудливых упражнениях, диетах и других режимах, через которые люди проходят, чтобы добавить относительно небольшое количество времени в их жизнь. Когда они могут просто завести собаку и прибавить 10 лет. Любовь обладает мощным анаболическим эффектом. Любовь увеличивает количество эндорфинов, которые являются гормонами, продлевающими жизнь. Вы живете на 10 лет дольше с собакой в своей жизни, потому что любимая собака катализирует энергию любви, и эта энергия любви исцеляет и продлевает жизнь. Энергия любви имеет способность исцелять наше тело, когда условия являются подходящими. На физическом уровне, из-за преобладающего позитивного психического состояния, физические болезни часто проходят сами. Некоторые болезни автоматически исцеляются без особого внимания к ним, а те, которые все еще остаются, обычно реагируют на лечение техниками работы сознания. Хронические болезни, которые не реагируют на лечение, рассматриваются как кармические, символические или духовно значимые. В целом возникает снижение осознавания тела, которое теперь само по себе, и кажется заботится о себе самостоятельно. Мы больше не ассоциируемся с телом. Происходит потеря интереса к решению вопросов здоровья на чисто физическом уровне. И временами осознание тела полностью исчезает, если мы не сосредоточимся на нем по какой-то определенной причине. Интуитивное понимание постепенно заменяет мышление, которое начинает исчезать. Со временем мышление и его ментальные процессы заменяются спонтанным интуитивным знанием. Логика остается в стороне. Это происходит потому, что на самом высоком уровне вибрации все во Вселенной связано со всем остальным. Наше понимание разворачивается, как откровение из этого взаимосвязанного поля. Знание целостно, а не ограничено. Благодаря внутренней тишине у нас есть способность воспринимать мысли и чувства других на невербальном уровне. Невербальное общение с другими людьми становится возможным и обычным явлением. Отрицательные эмоции больше не ощущаются, потому что маленькое «я» было превзойдено, поглощено большим «я». Эмоциональные феномены таким образом трансформируются. Утрата, например, воспринимается как временная неприятность или сожаление, а не как курь. Постоянно отпуская, мы испытываем состояние безусловной любви на уровне 540, что является редким явлением и встречается только у 0,4% населения. Эта энергия является чудесной, всеобъемлющей, неизбирательной, преобразующей, неограниченной, легкой, излучающейся, преданной, святой, распространяющейся, милосердной и самоотверженной. Она характеризуется внутренней радостью, верой, экстазом, терпением, состраданием, постоянством, устойчивостью, красотой, синхронностью, совершенством, принятием, восторгом, видением и открытостью. Мы отказываемся рассматривать личное «я» как причину действий. Все происходит легко, благодаря внутренней синхронности. Радость проистекает из внутреннего субъективного переживания нашего собственного существования. Сила радости субъективна, а не вытекает из какого-либо источника вне себя. Таким образом, энергия для двигательной активности становится неисчерпаема. Мы можем танцевать в экстазе в часовне при свечах всю ночь, как если бы это танцевал сам источник жизни. В этом состоянии врожденное совершенство и потрясающая красота всего сущего сияют подобно ярчайшему свету, поскольку вливание духовной энергии облегчает преображение от восприятия к видению, от линейного к нелинейному, от ограниченного до неограниченного. Хотя функционирование в мире все еще возможно при более высоких вибрациях любви выше 500, мы можем в итоге покинуть обычную арену торговли и отказаться от нашей прежней социальной среды и занятий. В таких состояниях чудо становится повседневным. То, что называют сверхъестественным, происходит все время, необъяснимое разумом, логикой или причиной и средствием. Очевидно, что не человек совершает чудеса. Они происходят спонтанно сами по себе, когда условия соответствуют. Развитие духовного эгоизма избегается с помощью осознания того, что феномены являются даром, выходящим за пределы нашего личного «я». Мы всего лишь каналы любви, а не ее создатели. Нам известно, что духовный прогресс является результатом благодати, а не результатом наших личных усилий. Благодарность за состояние заменяет гордость за достижения. Процесс отпускания продолжается еще глубже, поскольку мы отбрасываем все сомнения, все системы убеждений, все восприятия, все позиции, все мнения и все привязанности. Мы становимся готовы отказаться от всех привязанностей, даже привязанности к восхитительному состоянию экстаза, которое невозможно описать. Из смирения все мнения других отпускаются. В некотором смысле никто не может быть иным, чем он есть. Любовь знает эту истину и не занимает никакой позиции. Любовь усиливает позитивные качества других, а не их недостатки. Она фокусируется на доброте жизни во всех ее проявлениях. Безусловная любовь это любовь, которая ничего не ожидает от других. Когда мы стали любить, у нас больше нет никаких ограничений или требований к другим, что они должны жить определенным образом, чтобы быть любимыми. Мы любим их, какими бы они ни были, даже если они отвратительны. Нам жаль преступников, что они уверены и преступную жизнь как свой лучший вариант. Когда любовь, безусловно, нет привязанности, ожидания, скрытых намерений или учета того, кто кому что дает. Наша любовь, безусловно, для всего, что мы или они из себя представляют. Дается без каких-либо требований. Нет условий. Мы ничего не ожидаем, когда отдаем. Мы отпустили все сознательные и бессознательные ожидания от другого человека. Любовь озаряет сущность и, следовательно, привлекательность других. Это потому, что любовь открывает сердце. Вместо восприятия, которое понимает, сердце знает. Ум думает и спорит, но сердце знает и продолжает. Поэтому даже, когда люди ошибаются, мы их любим. Мысли говорят нам одно, но сердце говорит нам что-то другое. Ум может быть критическим и не соглашаться, но сердце любят, независимо от этого. Сердце не ставит никаких условий, только ум это делает. Любовь ничего не требует. Ключом к безусловной любви является готовность прощать. С прощением события люди повторно пересматриваются и переоцениваются как просто ограничены, неплохие или непривлекательны. Со смирением мы готовы отказаться от нашего восприятия события в прошлом. Мы желаем всем сердцем и чудо, которое будет состоять в том, чтобы увидеть правду о ситуации или личности. И мы отказываемся от всех наших мнений по этому вопросу. Мы направляем наше внимание на выгоды, которые мы получаем от сохранения прежнего восприятия того, что произошло. И мы отпускаем каждую маленькую выгоду. Удовольствие от жалости к себе, от того, чтобы быть первым, от того, чтобы быть правым, быть обиженным и от наших обид. В конце концов, мы отказываемся от самой идеи прощения. Простить кого-то означает, что мы все еще видим человека или ситуацию как неправильной и, следовательно, нуждаемся в прощении. Истинное отпускание означает полное освобождение от того, чтобы увидеть это таким образом. Когда мы полностью отпускаем наше восприятие, отпуская все суждения, тогда вся ситуация преображается и мы видим человека привлекательным. Поскольку все суждения это в реальности суждения о себе, мы освободились от этого процесса. На уровне безусловной любви мы любим всех и каждого, даже Адольфа Гитлера. Мы смотрим на него как на человека, которого поглотили негативные энергии. И мы готовы простить Гитлера, который не мог противостоять тому, что с ним произошло. Он был побежден злом. Вместо того, чтобы ненавидеть зло, мы испытываем печаль и сострадание, что люди были поражены таким негативом. Гитлер сделал то, что считал нужным сделать по чести. Это была его контекстуализация, оценка ситуации в то время. Он был захвачен некоторыми идеалами и верованиями, существующими в его время. Таким образом, даже в случае с Гитлером, мы видим, что он был самоотвержен, и он думал, что приносит пользу тем, что он сделал. Во время Второй мировой войны пилоты Камикадзе делали то, что, по их мнению, они должны делать для своей страны. И хотя они пытались бомбить и убивать нас, нет необходимости ненавидеть их. Мы можем уважать их готовность отказаться от своей жизни за свою страну. Мы можем видеть, что каждый, кто нарушает закон любви, в действительности является жертвой какой-то социальной системы убеждений или давления времени. Единство По мере того, как состояние любви развивается, все существующее приобретает другой смысл, и мы осознаем внутреннее бытие и сущность его, а не только его формы. Из-за этого изменения восприятия раскрывается совершенство всех вещей. Этот опыт вне времени, вне прошлого или будущего. В своей высшей вибрации любовь не видит разделения между индивидуумом и остальной вселенной. Мы переживаем тотальное единство со всеми вещами. В этом состоянии полное единство всех вещей имеет больше реальности, чем обычное восприятие себя в мире. Его можно описать только как очень глубокое. Когда происходят внутренние сдвиги, изменения в нашем образе жизни могут быть заметны или незаметны внешнему наблюдателю. однако привычки и поведение, хотя они могут казаться теми же самыми, более не являются компульсивными или обусловленными. От них часто можно отказаться, изменить их или заменить без излишнего дискомфорта. С другой стороны, могут произойти действительно внезапные изменения в образе жизни, в том числе значительные сдвиги вроде занятий, профессиональной деятельности, из-за изменения внутренних ценностей и расширения интересов и видения. Теперь, когда мы связаны с более широким измерением, мы можем погружаться в него посредством созерцания, медитации, искусства, музыки, движения, чтения, письма, обучения и участия в духовных группах с аналогичными целями. Отпускание теперь становится более автоматическим и непрерывным. Периоды внутренней тишины и красоты начинают возникать с большей частотой и продолжительностью. Они могут протекать на очень глубоком уровне. Как ни странно, они могут следовать за эпизодами сильного внутреннего смятения и борьбы. Эти периоды интенсивной внутренней работы происходят, потому что мы больше не можем терпеть негативность. Теперь, когда наши силы сознания увеличилось, мы можем увидеть и решать проблемы на самых глубоких уровнях сознания. Это могут быть такие проблемы, которые касаются основ нашей личности или конфигурации индивидуальности. Достижение глубокой безмятежности и покоя может также произойти после длительных периодов непрерывного отпускания, как видно из следующего примера. В какой-то момент, находясь в состоянии устойчивой радости, произошло событие, которое привело к осознанию конфликта, который проистекал из самого глубинного способа взаимодействия с другими людьми. Было трудно видеть и переживать этот конфликт, но поскольку преобладающее состояние давало высокий уровень энергии, можно было позволить внутреннему конфликту подняться изнутри и позволить ему идти своим чередом, чтобы быть разрешенным раз и навсегда. Он продолжался десять дней подряд, без остановки. И на этот период времени подход заключался в том, чтобы постоянно уступать конфликту и позволять ему происходить, не пытаясь каким-либо образом его изменить. Некоторое время внутренний конфликт казался бесконечным. Однако предыдущий опыт процесса отпускания подтвердил, что каждое чувство рано или поздно заканчивается, если мы просто продолжаем его отпускать. Временный переезд в маленькую хижину посреди леса усилил этот процесс, поскольку не было других отвлекающих факторов. Тогда источник конфликта углубился, и еще более болезненные чувства поднялись в полную силу. Было много внутреннего смятения, временами почти агония и отчаяния. Имея твердую решимость не сдаваться и не позволять блокировать течение процесса, наконец дно бездна было достигнуто, и возникло ощущение черного отчаяния, подавляющей интенсивности. Несмотря на это, было знание, что все будет хорошо, потому что ведущее самоотождествление было связано не с отчаянием, а с его отпусканием. Наконец, все сопротивление отчаянию было совершенно и полностью отпущено. Мгновенно оно исчезло. Отчаяние, которое было всеохватывающим и почти невыносимым, исчезло в одном мгновении. На его месте теперь был глубокий покой, не поддающийся описанию. Он был бесконечен по своему размеру, необычайно мощный и абсолютно невоязвимый. Ощущалась глубокая внутренняя тишина, и все восприятие времени остановилось. Вместо времени чувствовалось только движение и явление мира. На следующий день опыт продолжился и, по сути, был еще сильнее. Затем из любопытства произошло повторное вхождение в мир для того, чтобы увидеть, каково это испытать обычную жизнь из этого состояния сознания. Даже во время прогулки по Пятой Авене в Нью-Йорке царила такая же глубокая тишина, гармония и покой. Этот всеобъемлющий мир и тишина казалось лежали в основе всего поверхностного хаоса, шума и беспорядка в городе. Казалось, что энергия и силы этого измерения тишины была той силой, которая позволила всему этому случиться и содержала все это в одном непрерывном единстве. Сущность этой тишины была неограниченная власть, и было ясно, что именно эта сила противодействовала и уравновешивала коллективная негативность города, как снаружи, так и внутри. Точно так же было ясно, что та же самая связующая сила это то, что уравновешивает и негативность личности. Если она не встретит сопротивления, эта негативная энергия уничтожит человека и его тело. Мы говорили в предыдущих разделах, что низшие эмоции связаны с концентрацией энергии в нижних энергетических центрах тела, называемых чакрами. По мере того, как наше сознание поднимается из-за отпускания негатива, эта энергия стремится подняться к высшим центрам, и на уровне любви энергия перемещается к сердечной чакре. Когда любовь становится безусловной и звучащей радость, личное измерение любви уступает место любви всеобщей. Обычно мы говорим о человеке, достигшем уровня любви, что он великодушный или с большим сердцем. Эта фраза выражает смещение интереса и фокуса жизни человека к тому, чтобы быть любящим. Это смещение фокуса вверх сопровождается общим изменением восприятия, иной точкой зрения, чем та, которая характеризует фокус внимания человека, который вовлечен негативные эмоции. Например, когда человек находится в нижнем состоянии сознания, старый джентльмен, неврежно одетый и стоящий на углу, будет восприниматься как бомж. С этой характеристикой придут другие негативные мысли, такие как «он может быть опасен, его надо избегать», «он обходится дорого налогоплательщикам», «он наверное живет на пособии», «полиция должна очистить улицы от таких изгоев», «он должен быть в тюрьме или в психиатрической больнице». Напротив, человек, который находится в любящем состоянии, вполне может видеть в нем интересного человека, чью лицо отражает много жизненного опыта, характера, мудрость. Его можно увидеть как освобожденную душу, которая почти полностью покончила с миром и перешла в бытие, лежащее за пределами делания и обладания. Встреча как раз с таким человеком произошла на Пятой Авеню, в том состоянии полной внутренней тишины, описанном выше. Прогуливаясь по тротуару, старый джентль на днем взглядом ощутил это состояние внутренней тишины и, в свою очередь, стал полностью открытым. Глаза смотрели пристально и широко, так, что ничего не скрывалось, и душа стала полностью открытой для чтения. Было очевидно, что он был человеком, который осознал свое истинное внутреннее я и был полностью в состоянии покоя. Он был, по сути, неотъемлемой частью той мощной и позитивной и любящей энергии, которую удерживала город в равновесии. Посредством этого взгляда мы разделили наше единство, единство вне времени. Пусть мы были незнакомы, наши души были едины и резонировали друг с другом. Единое я излучалось нами. Это единство было энергией, противодействующей всей негативности Нью-Йорка в тот момент. По нашим открытым взгляде было космическое единство, истинное по шкале сознания. Присутствовало безмолвное знание, что это единство отражает бесконечную энергию, которая уравновешивала общую негативность Нью-Йорка в то время, потому что разделяемая сила была бесконечной. Без этой уравновешивающей силы город уничтожит сам себя. Это было безмолвное, преобладающее, бесконечное состояние сознания. Это был глубокий момент, когда один из законов сознания был экспериментально проверен. «Любовь – это абсолютный закон Вселенной». Утверждение калибруется по шкале сознания на уровне 750. Глава 13. Покой В состоянии покоя больше нет никаких конфликтов, только полное отсутствие негативности и всеохватывающая любовь, которая ощущается как безмятежность, уравновешенность, отсутствие течения времени, завершенность, блаженство, безмолвие и удовлетворение. Внутренняя тишина и свет, ощущение цельности, единства и полной свободы. Покой непоколепим. Действия становятся легкими, спонтанными, гармоничными любящими по своему содержанию. Ощущается сдвиг восприятия Вселенной и нашего отношения к ней. Внутреннее высшее я преобладает. Личное я преодолело свои границы со всеми своими чувствами, убеждениями, идентификациями и проблемами. Это высшее состояние, которое ищут все искатели, независимо от того, являются ли взгляды религиозными, атеистическими или они не имеют никакой духовной или философской идентификации вообще. У всех нас были моменты глубокого покоя, когда время и мир внезапно останавливались, и мы вступали в контакт с бесконечным. В последние годы появилось множество книг об околосмертном опыте. В различных обстоятельствах этот опыт переживали люди, которые умерли, а затем вернулись в тело. Характерно, что их жизнь была трансформирована этим опытом, и они никогда не забывают об этом. Их видение мира, его значимости, их личного значения в нем существенно изменилось. В фильме «Потерянный горизонт», когда герой однажды получил опыт пребывания в Шан-Гли-Ла, хотя он снова вернулся в мир, он уже рассматривал его совершенно по-другому. Он жаждал любой ценой вернуться в Шан-Гли-Ла, где господствовало состояние гармонии и покоя. Если мы получаем опыт покоя, после этого мы больше не являемся жертвой в этом мире. Мы больше не действуем под его влиянием, как когда-то, потому что получили представление об истине насчет этого мира и о том, кем мы на самом деле являемся. Благодаря постоянному отпусканию мы все чаще переживаем эти состояния спокойствия. Время от времени они могут становиться довольно глубокими и иметь все большую и большую продолжительность. когда облака удаляются солнце светит беспрепятственно и мы обнаруживаем что покой присутствовал у нас все это время. Отпускание это механизм который раскрывает истинную природу нашего существования. Когда люди находятся в состоянии покоя при кинезиологическом тестировании они сильны постоянно и ничто не делает их слабее ни психически ни эмоционально или физически. Больше нет идентификации с телом как с самим собой и физические расстройства могут быть излечены или оставлены как есть. Мы безразличны к ним. Физические проблемы утратили какое-либо существенное значение. С опытом внутреннего покоя приходят великая сила. Энергетическое поле тотального покоя неприступно. Человека, который обрел внутренний покой, уже нельзя запугать, поставить под контроль, нельзя манипулировать им или запрограммировать его. В этом состоянии мы неуязвимы для угроз мира и поэтому овладели земной жизнью. Когда мы утвердились в состоянии покоя, обычные человеческие страдания уже невозможны, поскольку сама основа этой уязвимости полностью отпущена. Мы описываем человека, достигшего состояния покоя, как просветленного и находящегося в состоянии благодати. Внутри и за пределами этого состояния находятся различные продвинутые уровни озарения и реализации, описанные мистиками, мудрецами, святыми и аватарами. Существует бесшумная невербальная польза от фактического присутствия человека в состоянии просветления. Согласно традиционным представлениям, это был бы просветленный духовный учитель, святой или мудрец. Искатель путешествует на большие расстояния для того, чтобы находиться в физическом присутствии этого энергетического поля. Преданный или искатель получает безмолвную передачу высокочастотной энергии аура учителя, описываемой как передача без ума, благодати гуру или благословения учителя. Эта передача происходит сама по себе и не является личностной. Состояние бесконечного покоя излучается естественно и безусловно из энергетического поля учителя или святого. Когда Бундов дал своему ученику цветок, это был символ передачи энергии. Если бы мы оказались в присутствии великого учителя, который излучает эту энергию, мы никогда не были бы прежними после этого. Самое полезное, что может случиться с нами, возможность находиться в присутствии великого учителя, потому что мы перенимаем эту вибрацию в физическом присутствии состояния покоя и полного принятия. Безмолвная передача этого состояния сознания является невербальным энергетическим явлением, которое не зависит от логики или языка. Вибрация ауры просветленного учителя функционирует как несущая волна, облегчающая для нас понимание слов, которые произносит учитель. Именно эта волна энергии, а не слова, является каталитическим элементом, несущим изменения. Благодаря безмолвной передаче энергия от просветленного учителя или святого включается в нашу ауру, нашу функцию мозга и все наше существо. Человечество все еще живое именно потому, что эта энергия покоя транслируется во внешний мир. Он давно бы уничтожил себя, если бы эта энергия не уравновешивала его. Вот почему наша внутренняя эволюция служит всему человечеству. Достигая этих высших состояния любви и покоя внутри себя, мы становимся спасительным присутствием в нашем мире, и принятие окончательной реальности. Отличительной чертой этого уровня является отсутствие желаний. Не нужно ничего хотеть, потому что все проявляется в нашей жизни спонтанно и автоматически, без сознательного приложения воли или усилий. Мысли, высказанные на этом уровне, очень сильные и имеют тенденцию быстро проявляться. феномен синхронности является непрерывным. Механизмы причины и средствия внутренней работы вселенной раскрываются перед нами, поскольку мы сейчас являемся свидетелями основы самой реальности. Эти очень высокие состояния сознания возникают спонтанно и неожиданно, и они, как правило, повторяются и сохраняются дольше и дольше. Однажды испытав такое состояние, наше намерение автоматически станет удерживать это состояние покоя. Как это состояние проявляется и что это такое, демонстрирует следующая история, в которой описывается, что произошло после трех с половиной лет непрерывного принятия и отпускания. Это был холодный зимний день. Отпускание продолжалось непрерывно в течение 11 дней подряд на уровне осознанности, который никогда ранее не достигался даже во время психоанализа. Процесс происходил на уровне, связанном с самой основой существования эго и его идентификацией как личности. Это было связано с тем, как мы воспринимаем наше собственное существование и с желанием переживать наше собственное бытие. День проходил за днем и процесс казался бесконечным. Появилось сомнение, неужели закончить это невозможно? Стало ясно, что целью этого сомнения является механизм защиты. Оно было оставлено и отпускание продолжилось на большей глубине. Затем во время посещения ресторана в холодный дождливый воскресный день, во время нахождения в одиночестве за столом, внезапно мир чудесным образом трансформировался. Возникло глубокое чувство внутренней тишины и покоя. Это было больше, чем все, что можно себе вообразить. Этот опыт был вне времени. фактически время не имело никакого значения и не существовало пространства в том виде, как мы его обычно переживаем. Все было связано между собой. Существовала только единая жизнь, которая выражалась через все живые существа, как всеобщее «я». не было никакой идентификации с телом и интереса к нему. Оно не представляло интереса более, чем любое другое тело в помещении. Все эмоции и события были взаимосвязаны, и все явления происходили потому, что каждая вещь проявляла свою внутреннюю природу спонтанно, как будто движения и рост были спонтанным развертыванием содержащегося у них потенциала. Ощущалось непоколебимое спокойствие. Было очевидно, что реальное «я» невидимо без начала без конца и что существует только временное тождествление с телом и история, которая связана с идентификацией себя как личности. Казалось очень странным, что раньше можно было думать о наличии одного изолированного тела, отделенного от других, имеющего начало и конец. Эта мысль казалась абсурдной. Больше не было чувства отдельного себя, и местоимение «я» исчезло и стало бессмысленным. Вместо этого было осознание бытия одновременно всеми всеми вещами. Так всегда было и всегда будет. Истинное бытие состояло вне времени. Период времени, в течение которого тело находилось на земле, казался долей секунды, в течение которого была забыта истина вне временной индивидуальности из-за того, что ее слепило меньше «я». Затем стало ясно, как это случилось. Существовало намерение пережить на опыте отдельное существование. И это намерение проявилось как индивидуальный человек с отдельной личностью и физическим телом для нее. Внутренняя взаимосвязь всех вещей была совершенно очевидной. Это была голографическая вселенная, описанная Буддой и современная передовой теоретической физикой. Оба эти описания согласны относительно внутренней природы Вселенной. Все было идеально, и поэтому нечего было хотеть, нечего страстно желать, нечего создавать и нечем становиться. Было только то, сама основа бытия, из которой возникает существование. Это бытие является источником существования, но, что любопытно, не его причиной. Происходило глубокое знакомство со сознанием. Казалось, что это знание было всегда, как будто наконец-то был дома. Не было никаких эмоций и чувств. Ощущения не осознавались. Несмотря на то, что они, казалось, продолжались, они больше не были личными и не вызывали беспокойства. В качестве эксперимента на секунду удерживалась какая-либо мысль, чтобы увидеть, что произойдет. Почти мгновенно мысль производила эффект в физическом мире. Например, мысль о сливочном масле или кофе привела к тому, что официант немедленно подошел с этими предметами, хотя не было произнесено ни слова. Слова не казались необходимыми. Общение со всеми происходило на уровне молчания. В тот вечер тело приехало на машине навстречу, где никто не заметил никаких изменений. Все казались чрезвычайно живыми. Жизненная сила, проявляющаяся из их бытия, и я, который был одним для всех, сияли через их глаза. Тело говорилось с другими, спонтанно поддерживая обычные разговоры и ведя себя обычным способом. Тогда тело казалось заводной кармической игрушкой, управляемой привычными шаблонами поведения и программами, не нуждающимися ни в каком внимании. Казалось, оно знало, что делать, и делало это очень эффективно и без усилий. Все разговоры и взаимодействия были просто засвидетельствованы как явления, а не направлялись специально. Казалось странным самомнением считать, что малый я может быть автором действий тела. В реальности тело действовало под влиянием вселенной и никогда не было исполнителем действий малого я. Явления были вибрациями ума, которые не имели отдельного существования или реальности. было только единство. Только это единство действительно существовало. На следующий день возникла мысль. Теперь, когда путь к реальности был раскрыт, можно было вернуться к сознанию того человека, который раньше воспринимался как реальный. Подобно тому, как воздух в комнате не испытывает содержимого комнаты, больше не было я, которая испытывала мое собственное существование. В этом пространстве не было я, чтобы испытать чувство я есть. Возвращение к индивидуальному сознанию означало, что нужно будет сделать выбор. По правде говоря, выбор сделал себя сам, так как не было никакого я, которое могло бы принять решение. стремление к переживанию индивидуального я возросло само собой. Возможность отпустить его существовала, но произошло возвращение памяти о вещах, которые еще предстоит закончить в мире. По мере того, как чувство себя возвращалось, выбор был засвидетельствован, а не активно принят. Начал происходить процесс возвращения. Его можно было разрешить или отпустить. Это было разрешено, и поэтому процесс возвращения продолжался. Когда наступило следующее утро, возвращение было завершено, но теперь с другим чувством личной идентичности. Истинная я была раскрыта. Ответственность за выбор пережить жизнь как человека еще раз была принята, но уже не под влиянием веры в индивидуальное существование. Фактически с осознанным выбором была взята полная ответственность за это. На уровне опыта все это происходило автономно само по себе. Когда-то такие состояния сознания, как описанные выше, считались исключительно областью мистики. Однако в настоящее время исследования этих состояний и информация получаемая из них считаются ведущим направлением науки, особенно в области физики, связанной с квантовой механикой и высокоэнергетическими субатомными частицами. Исследования этих частиц показывают, что они не вещи в обычном смысле, а на самом деле события, которые происходят в результате энергетических колебаний. Наука теперь постулирует наличие трансцендентных колебаний за пределами пространства и времени. Впечатляющий объем исследований во многих лабораториях продемонстрировало, что восприятие мозга строится на сложном математическом анализе частотных структур. Эти результаты привели к так называемой голографической парадигме, которая гласит, что все во Вселенной связано со всем остальным, включая человеческий разум. В голограмме каждая часть содержит целое. Следовательно, каждый отдельный ум способен отражать всю Вселенную. Эта взаимосвязь между сознанием и наукой представляет собой целую область, в которой наблюдается стремительный рост интереса, о чем свидетельствует публикация таких книг, как «Голографическая парадигма, цельность и импликативный порядок», «Дауфизики», «Танцующие мастера Ули», «Разумная Вселенная», «Психоэнергетическая наука» и публикация статей с такими названиями, как «Пулевое сознание и новый взгляд на реальность», «Объединяющая Вселенная», «Голографическая модель», «Физика и мистика» и «Медиум мистик и физик». Ведущими среди этих исследователей являются нейрофизиолог Карл Прибром из Стэнфордского университета и покойный физик Дэвид Бом из Лондонского университета, чьи теории можно обобщить. Наш мозг математически конструирует конкретную реальность, интерпретируя частоты из другого измерения, сферы разумной структурированной первичной реальности, которые превосходят время и пространство. Таким образом, мозг является голограммой, интерпретирующей голографическую вселенную. Интересно, что теории передовой теоретической физики, являющиеся результатом так называемой активности левого полушария, теперь требуют нового контекста для понимания. Контекст, который развивается в этих левополушарных ученых и исследователей, совпадает с реальностью, которую видит мистик, представляющий функцию правого полушария. Таким образом, вне зависимости от того, какую сторону горы мы выбираем, мы приходим к одной и той же точке, к вершине. Третий путь вверх по горе – это механизм отпускания. И каждый из нас, следовательно, имеет возможность открыть для себя конечную природу самой реальности, той же самой, что открытой мистику или физику. Мы можем представить себе, что с каждым принятием и отпусканием мы делаем еще один шаг вверх по склону горы. Некоторые из нас будут подниматься до тех пор, пока вид не станет лучше, и там они остановятся. Другие пойдут еще выше. И еще будут те из нас, кто не будет удовлетворен до тех пор, пока не достигнет самой вершины и не удостоверится для себя в ее подлинности, хотя в этот момент больше не будет существовать отдельной личности, чтобы в чем-то убедиться, поскольку она будет полностью отпущена. Глава 14. Устранение стресса и физических болезней, психологические аспекты и предрасположенность к стрессу. Состояние покоя, умиротворения достигается очень немногими людьми, хотя это доступно всем нам. Внутренний опыт большинства людей отмечен постоянным стрессом. Большая часть стресса, которые приводят к эмоциональным и физическим нарушениям в нашем обществе, психологическое по своему происхождению. Наша реакция на стресс зависит от нашей предрасположенности к стрессу. И, как мы указали ранее, это непосредственный результат суммы подавленных и вытесненных чувств, которые мы накопили. Чем больше эмоционального давления признанное отпущено, тем менее мы уязвимы к стрессовым реакциям и обусловленным стрессом-болезням. Главный стресс для подавляющего большинства из нас большую часть времени происходит не из-за внешних стимулов, но из-за давления наших собственных подавленных эмоций. Эти подавленные эмоции становятся основным стрессором, поэтому даже в спокойной внешней среде мы все равно подвергаемся к хроническому внутреннему стрессу. Мы можем заметить, что внешние факторы стресса просто солома, которая в конечном счете переломила хребет верблюда. Главная стрессовая нагрузка это то, что мы носим с собой постоянно. Психологическое программирование в нашем обществе так обширно распространено, что для большинства людей даже расслабиться и насладиться отпуском это проблема. Вина говорит, что мы должны делать что-то еще. Если расслабление не происходит немедленно, появляется чувство разочарования. Постоянное возбуждение и бесконечные поиски развлечений вот что мы делаем, чтобы избежать боли от встречи с нашим собственным внутренним «я». Большинство занятых руководителей начинают втайне думать о том, как бы побыстрее возвратиться к работе в то время, когда они в отпуске. Они могут внешне жаловаться на свою тяжелую рабочую нагрузку, но когда они возвращаются к привычному режиму, они снова чувствуют себя нормально. Эффекты подавленных и вытесненных чувств плюс провоцирующие стресс-факторы ответственны за большинство эмоциональных и физических болезней. Эмоционально-психологический компонент присутствует во всех болезнях, и поэтому возможно полностью изменить процесс болезни, удаляя внутренние факторы стресса. Это верно для многих исцелений от серьезных и потенциально смертельных болезней при помощи эмоционально-духовных методов, о которых ежедневно сообщается в СМИ. Много исцелений происходит после того, как все медицинские методы потерпели неудачу. Одна причина состоит в том, что на стадии «это все, что мы можем сделать» пациенты сдаются, и они ищут и принимают истинную основную природу и причину их болезни. Осознание и отпускание подавленных чувств неуклонно уменьшают личную предрасположенность к стрессу, понижая таким образом уязвимость для обусловленных стрессом проблемы болезней. Большинство людей, которые изучают и практикуют технику отпускания, замечают прогрессивное улучшение физического здоровья и жизнеспособности. Медицинские аспекты стресса Стресс наша реакция на ощущаемую угрозу, реальную или воображаемую, нашей безопасности или телесному балансу. Стимул может быть внутренним или внешним. Он может быть физическим, ментальным или эмоциональным. Фундаментальное исследование относительно физической реакции тела на стресс было проведено доктором Гансом Сирье и доктором Уолтером Кенноном. Сирье описал то, что он назвал общим адаптационным синдромом. В ответ на стрессовый стимул тело сначала проходит сигнальную стадию или стадию тревоги, затем стадию сопротивления и если стимул продолжает воздействие, это может привести к третьей стадии синдрома истощения. Сигнальные реакции проходят путем от коры головного мозга гипоталамус нижний мозг, железа надпочечников и кровеносную систему кортизол и адреналин. Кроме того, происходит выброс мозговых гормонов и стимуляция симпатической нервной системы тела. Адреналин направляется во все органы тела и готовит их к борьбе бегство. Многие люди, особенно в больших городах, учатся жить за счет высокого уровня адреналина от постоянных проблем. Угроза выживания из-за интенсивной конкуренции сохраняет постоянный приток адреналина. Как правило, люди находятся в подавленном состоянии по выходным или в отпусках. Они зависимы от волнения и патологической стимуляции. Они привыкают к полуэйфории, вызванной высоким уровнем кортизола. Вторая стадия стадии сопротивления является попыткой тела восстановить гомеостатический баланс. Это включает гормональные изменения и повышение метаболизма и минерального баланса. Обычно происходит задержка воды и натрия в тканях организма. Некоторые руководители, например, получают раздутые лодыжки в течение рабочей недели, а затем в пятницу вечером у них сильно повышена частота мочеиспускания. Они также жалуются на чувство слабости, которое возникает из-за внезапного уменьшения уровня гормона кортизола. В дополнение к несколько эфорическому эффекту, кортизол также имеет анестезирующий эффект. Поэтому в период ухудшения производства кортизола ушедшие на уикенд работники могут заметить физические симптомы, которые игнорировались во время волнений рабочей недели. И на выходных они могут жаловаться на боли недомогания, которые не ощущались в то время, пока не были на работе. Третья стадия истощения. Если стресс продолжается на прежнем уровне, несмотря на действующие мощности механизмов адаптации тела, в конечном счете эти механизмы начинают ослабевать. Возникает состояние надпочечного истощения. Защита тела становится слишком слабой, чтобы противостоять эффектам стресса. Наступает стадия угнетения, подавления иммунной системы. Органы тела начинают демонстрировать патологические изменения из-за долгого времени выделения гормонов стресса. Энергетические ресурсы тела истощаются, приводя к болезни и в конечном счете к смерти организма. Во время острой сигнальной реакции моторика желудка затормаживается, процесс пищеварения останавливается и кровоснабжение слизистой желудка уменьшается. В то время как стресс продолжается, из-за дисбаланса нервной системы и гормональных изменений возникает повышенная кислотность желудка и происходит перепроизводство пищеварительных ферментов. Повышенное количество пищеварительных ферментов и соляной кислоты, действующие на ослабленную желудочно-кишечную слизистую оболочку, приводят к образованию язвы из-за стресса. При длительном стрессе язвы могут начать кровоточить или углубляться, ускоряя медицинскую катастрофу. В других случаях реакция на хронический патологический стресс может проявляться отказом производства соляной кислоты или ферментов, приводящие к хронической диспепсии и недостаточному питанию организма. Помимо желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистая система также реагирует на стресс-сигнальной реакцией. Поскольку стресс становится хроническим, сердце, кровеносные сосуды и почки могут получить повреждения, приводящие к артериальной гипертензии или коронарной болезни. Стресс в конечном счете ответственен за инсульты, сердечные приступы и артериальную гипертензию, которые являются основными причинами смерти в Соединенных Штатах. Реакция энергетической системы на стресс и система акупунктурных каналов. У тела есть три нервных системы. Первая – сеть сознательно контролируемых нервов, распределенная преимущественно по произвольно сокращающимся мышцам. Вторая – автономная или вегетативная нервная система, симпатическая и парасимпатическая, которая обычно бессознательна и которая управляет органами тела и физиологическими функциями, такими как сердцебиение, течение распределения крови, пищеварения и химические показатели тела. Третья – система акупунктурных каналов, которая передает биоэнергию к структурам всего тела и внутренним органам. Эта третья система меньше всего известна западной медицине, но давно понята в восточной медицине и обществе. В системе акупунктурных каналов течет поток жизненных энергий, протекая по всему физическому телу через невидимый энергетический телесный двойник. Эта энергетическая система описана как 12 главных каналов над поверхностью физического тела и 12 главных акупунктурных меридианов тела. От этих каналов отходит много меньших потоков, ведущих в различные системы органов тела. Нарушение распределения энергии в этих каналах приводит к дисфункции соответствующих органов и в конечном счете к развитию процесса болезни. Жизненная биоэнергия это поток самой жизни. Она очень быстро реагирует на стресс. Эта биоэнергия реагирует от момента к моменту на колебания разных факторов в наших жизнях, таких как изменяющиеся структуры нашего восприятия, мысли и чувств. Общепринятые показатели измеряемых медицинских реакций тела относительно медленны. Мимолетные мысли, которые могут сопровождаться эмоциональной острой боли, не вызывают измеримые изменения в кровеном давлении или пульсе тел. Однако такая мысль немедленно регистрируется в биоэнергетической системе, где множество быстрых изменений может наблюдаться научными, экстрасенсорными и клиническими методами. Целостный баланс энергетической акупунктурной системы тела регулируется активностью тимуса вилочковой железы. Биоэнергетическая система непосредственно связана с иммунной системой тела через тимус. Хронический стресс ослабляет иммунную систему тела, подавляет тимус и выводит систему биоэнергии из баланса. Укрепление тимуса или принятие пищевых добавок для тимуса восстанавливает равновесие системы биоэнергии. Подробное объяснение этого факта можно найти в книгах «Поединческая кинезиология» и «Энергия жизни» доктора медицины Джона Даймонда. Способы снятия стресса Исследование в Калифорнийском университете, проведенное в 80-х годах, разъяснило соотношение между стрессом, подавлением иммунной системы и развитием рака, показав влияние периодического стресса на выработку мозговых опятов, известных как эндорфин. Стресс в форме регулярно повторяющихся шоков подавляет иммунную систему. Когда иммунная реакция сильна, мозг выделяет эндорфины, так называемые противораковые клетки киллера, которые атакуют и убивают молодые растущие опухолевые клетки. Но когда иммунная активность подавлена и производство эндорфинов снижается, активность противораковых клеток уменьшается. Отчет в журнале «Наука» гласит «Результаты нашего исследования поддерживают представление о том, что центральная нервная система, модулируя иммунную функцию, осуществляет некоторую меру контроля над началом и развитием болезней. Далее утверждается, что чувство беспомощности связано со сниженной противораковой активностью клеток киллеров и увеличенным ростом опухоли. Депрессия у животных, так же, как и у людей, понижает иммунную реакцию, и эта беспомощность имеет отношение к тому, насколько человек и животное чувствует контроль над стрессовыми событиями. Эти результаты исследования помогают объяснить, почему депрессия и чувство беспомощности связаны с заболеванием раком. Дальнейшее исследование подтверждает, что реакция на стрессы оказалась основным предварительным условием для начала физической болезни у животных и людей. Конечный эффект стресса выражается в блокировании иммунной системы тела из-за производства аутоантител. Если эти аутоантителы заблокированы, иммунные функции снова восстанавливаются. Поэтому блокирование иммунной системы обратимо. Например, исследование, проведенное в Институте Пастера в Париже, привело к созданию так называемой сыворотки богомольца, которая при введении подкожной покровы приводит к реактивации иммунной системы. Небольшое количество сыворотки вводится под кожу три дня подряд и дает быструю реактивацию иммунной системы. Реактивация парамедицинских реакций тела также замечена в результате немедицинских вмешательств, например, в кариэляции медитативной практики с сокращением стресса и депрессии. Исследование, проведенное на студентах колледжа, к примеру, выяснило, что медитация привела к уменьшению их возбуждения при стрессах, что было связано с облегчением их депрессии. Исследование обнаружило, что студенты, которые добросовестно участвовали в шестинедельном тренинге по медитации, получили улучшение функционирования иммунной системы. Студенты в контрольной группе, которая получила только образовательную информацию о стрессе без внутренней техники, показало мало или ноль физиологического или психологического улучшения. Неопубликованные изыскания в течение 1980-х, где я состоял клиническим консультантом, показали большую эффективность внутренних методов, в отличие от исключительно медицинских методов сокращения стресса. Медицинские методы, такие как прогрессивная релаксация, имеют положительное влияние. Однако улучшающие воздействия на частоту сердечных сокращений и кровяное давление больше и более стабильно, если внутренние техники применяются сознательно. Эти научные результаты не будут удивительны людям, которые учились использовать внутренние технологии, такие как техника отпускания, которая является процессом внутреннего освобождения и может быть применена ко всем ситуациям. Они сообщают, что они способны лучше управлять стрессом, потому что они более спокойны в трудных ситуациях после изучения того, как отпускать отрицательные чувства, как только эти чувства возникают. Кинезиологическое тестирование Кинезиология или исследование работы мышц полезный предмет для изучения непосредственной связи между умом и телом. Основная процедура проверки теперь относительно широко известна. Она очень информативна и проста для освоения. Диагнозы используют кинезиологические методы, чтобы проверить баланс акупунктурной системы меридианов и общего функционирования биоэнергетической системы тела. Кинезиология прежде всего имеет дело с тестированием мышц, поскольку внезапное падение уровня биоэнергии видны по быстрому ослаблению мускулатуры тела. Эта реакция тела может быть выявлена любой отрицательной энергией, которая возникает в ауре, окружающем пространстве биоэнергетической системы. Стимул может быть физическим, таким как искусственные подсластители, люминсцентные лампы, синтетические продукты и ткани или определенные ритмы, произведенные группами исполнителей рэп-музыки или стиля хови-метал. Самый известный стимул для нашего понимания – это непосредственно ослабляющий эффект отрицательной мысли или чувства. Отрицательная мысль или чувство немедленно ослабляет тело и создает неустойчивость энергетического потока тела. Поскольку этот вид тестирования мышц так красиво и драматично иллюстрирует связь между умом и телом, стоит усилие узнать о процедуре и испытать ее лично. Поэтому далее мы будем вдаваться в некоторые подробности о самой процедуре проверки, которая чрезвычайно проста и требует только двух человек. Важно отметить, что и проверяющий и проверяемый должны быть по уровню сознания не ниже уровня храбрости калибровка 200, чтобы получить точные ответы путем процедуры проверки. То есть правду видят те, кто нацелен на правду. Методика проведения кинезиологического тестирования. Испытуемый стоит с одной рукой, вытянутый в сторону и поднятый до уровня плеч. Второй человек тестирует. Используя два пальца, тестирующий быстро давит в течение нескольких секунд на запястье испытуемого, чтобы получить ощущение силы мышц. В то же самое время, когда тестирующий надавливает, он просит, чтобы испытуемый сопротивлялся со всей силы. Важно, что тестирующий не улыбается испытуемому, и в это время не должно быть никаких разговоров или музыки. Лучше сделать, чтобы испытуемый смотрел на нейтральный объект, такой как глухая стена, или закрыл глаза. После нескольких испытаний тестирующий получит ощущение силы мышц испытуемого. На следующем этапе тестирования испытуемый думает об эмоционально неприятной ситуации или держит в памяти образ неприятного человека. В это время, как испытуемый держит неприятный образ в уме, тестирующий надавливает снова в течение нескольких секунд, чтобы проверить силы руки, которые все еще держатся горизонтально. В то же время испытуемый снова сопротивляется со всей своей силой. Будет замечено, что есть внезапное значительное ослабление дельтовидной мышцы, которая с тестированием продемонстрирует потерю приблизительно 50% силы мышцы. Теперь пусть испытуемый думает о ком-то, кого он любит, и проведите повторный тест. Он немедленно станет сильнее. Это драматический и очень сильный феномен, стоящий того, чтобы испытать его и засвидетельствовать его реальность. Тест может быть повторен с различными отрицательными объектами, находящимися в другой руке испытуемого во рту или помещенными на макушке головы или у солнечного сплетения. Пусть испытуемый смотрит на люминсцентную лампу или рекламный ролик во время тестирования. Или оценить различия между эффектом классической музыки против хови-металла или рэп-музыки. Домашний хлеб против хлеба фабричного производства. Сахар против меда. Синтетические ткани против хлопка, шерсти или шелка. Тяжелой пищи против органической здоровой пищи. Синтетический витамин С против органического витамина С плодов шиповника. Дополнительные тесты могут быть сделаны для отдельных реакций на диетические содовые, сигареты, мыло, любимые продукты и другие объекты, с которыми мы часто контактируем. Как только различные объекты и эффекты от мыслей и чувств проверены, скоро становится очевидно, что у всего Вселенной есть вибрация, и что вибрация имеет укрепляющий или ослабляющий эффект. Например, чтобы продемонстрировать ослабляющий эффект еды с отрицательной энергией, такой как искусственные посластители, нет необходимости помещать еду в рот. Будет тот же самый ослабляющий эффект, если поместить еду в противоположную руку или на макушку головы. Когда человек использует механизм отпускания и отпускает отрицательные чувства, мышцы, проверяемые описанным методом, изменят реакцию от слабости к силе. Поскольку отрицательные мысли или система взглядов отпущены, они больше не имеют власти истощать нашу энергию. Это основной закон сознания. Мы подвергаемся воздействию только того, что содержится в нашем уме. Тело среагирует на то, чему мы верим. Если мы будем полагать, что определенное вещество плохо для нас, то оно будет обычно давать слабость при тестировании мышц. То же самое вещество сделает другого человека, который полагает, что это хорошо для него, сильно. То, что вызывает у нас стресс, поэтому прежде всего субъективно. Тестирование мышц чувствительно к бессознательному системам взглядов, так же как и сознательным. Тестирование часто показывает, что человек подсознательно чувствует или верит в противоположное тому, что он думает, он сознательно верит. Человек, например, может сознательно полагать, что он хочет излечиться, но подсознательно быть привязанным к вторичным выгодам от болезни. Простой тест мышц показывает правду относительно исследуемого вопроса. Связь сознания со стрессом болезням. Как мы увидели, предрасположенность к стрессу и уязвимость напрямую связаны с нашим общим уровнем эмоционального функционирования. Чем выше мы находимся по шкале сознания, тем меньше мы отвечаем стрессовой реакцией. Мы можем взять простой инцидент из повседневной жизни и проиллюстрировать различия в реакциях. Скажем, например, мы припарковали наш автомобиль и когда мы выходим, автомобиль, припаркованный перед нами, отъезжает назад, ударяясь в наш автомобиль с глухим стуком. Наш бампер и передняя часть крыла вдавлены. Вот то, как могли бы звучать разные уровни сознания. Стыд. Какая досада, я такой паршивый водитель. Я не могу даже припарковать автомобиль. Я ничего никогда не добьюсь. Вина. Я сам напросился. Насколько же я клуб? Я должен был парковаться лучше. Апатия. Что толку? Такие вещи всегда происходят со мной. Я, вероятно, не получу даже страховки. Бесполезно говорить с парнем. Он просто предъявит мне иск. Жизнь дерьмо. Грусть. Теперь автомобиль разрушен. Он никогда не будет прежним. Жизнь мрачна. Я, вероятно, потеряю много денег на этом. Страх. Этот парень, вероятно, разъярен. Я боюсь, что он ударит меня. Я боюсь возразить ему. Он, вероятно, предъявит иск. Я никогда не восстановлю автомобиль до прежнего состояния. Ремонтники в сервисе автомобиля всегда обманывают меня. Страховая компания, вероятно, не будет за это платить и на меня свалит всю ответственность. Страсть. Я могу сделать денег на этом. Я думаю, что буду держать шею и фальсифицировать травму шеи. Мой Шурин адвокат. Мы снимем последние штаны с этого идиота. Я сделаю самую высокую оценку и сделаю ремонт в более дешевом месте. Гнев. Проклятый идиот. Я преподам этому парню урок. Он заслуживает хорошего удара в нос. Я засужу его и заставлю его страдать. Моя кровь кипит. Меня просто трясет от ярости. Я мог бы убить ублюдка. Гордость. Смотри, куда едешь, идиот. О, боже, мир полон таких неуклюжих идиотов. Как ты смел повредить мой новый автомобиль? Что он о себе думает, черт побери? Его страховка, скорее всего, самая дешевая. Слава Богу, моя страховка самая лучшая. Храбрость. О, ну мы оба застрахованы. Я возьму его данные и без проблем с этим разберусь. Неприятность, но я могу с ней разобраться. Я поговорю с водителем, и мы решим этот вопрос без суда. Нейтралитет. Такие вещи происходят в жизни. Вы не можете вести 20 тысяч миллионов в год без случайных аварий. Готовность. Как я могу помочь парню успокоиться? Он не должен чувствовать себя расстроенным из-за этого. Мы просто обменяемся необходимой информацией о страховке и будем нормально общаться друг с другом. Принятие. Все могло быть и хуже. По крайней мере никто не пострадал. Это только деньги так или иначе. страховая компания позаботится об этом. Я предполагаю парень расстроен. Это естественно. Такие вещи просто нельзя предвидеть. Слава Богу я не управляю этой вселенной. Это только незначительная неприятность. Интеллект «Давайте будем практичны. Я хотел бы позаботиться обо всем как можно быстрее, чтобы продолжить свои дела. Какой самый эффективный путь, чтобы решить нашу проблему?» Любовь. «Я надеюсь, что парень не расстроен. Я успокую его», говорит другому водителю. «Расслабься, все хорошо, моба застрахован. Я знаю, каково это. Со мной было то же самое. Это была незначительная вмятина, и мы починили это задень. Не волнуйтесь, мы не сообщим о происшествии, если вы не захотите. Мы можем вероятно просто заплатить за ремонт и избежать привлечения страховой премии. Не из-за чего здесь расстраиваться. Подбадривает расстроенного водителя, кладет руку на плечо в духе общечеловеческого товарищества. Покой. Но разве это не судьба? Я собирался чинить скрежет в бампере так или иначе, и на крыле была вмятина. Теперь я починю все бесплатно. Скажите, вы случайно не Шурин Джорджа? Вы просто парень, который мне был нужен. У меня есть отличный бизнес, которым вы можете мне помочь. Мы оба извлечем выгоду. Вы похожи на того человека, который сможет исследовать его для нас. Как насчет чашки кофе? И мы можем обсудить это. Между прочим, вот моя страховка. Надо же, та же компания, что и у вас. Какое совпадение. Все, что не делается, все к лучшему. Нет проблем. Уходит, болтая с новым другом, об инциденте уже забыли. Выше упомянутый иррестирует все, о чем мы говорили. Именно мы сами создаем стрессовые реакции в результате того, что мы держим внутри себя. Подавленные чувства определяют наша система взглядов и наше восприятие себя и других. Они, в свою очередь, буквально создают события-инциденты в мире, события, которые мы переворачиваем и обвиняем в наших реакциях. Это система самоукрепления иллюзий. Это то, что имеют в виду просветленные мудрецы, когда они говорят, мы все живем в иллюзии. Все, что мы испытываем, является нашими собственными мыслями, чувствами и убеждениями, спроецированными на мир, на самом деле вызывающие события, которые мы видим в своей жизни. Большинство людей в какой-то момент переживало каждое из уровней сознания. Но в целом мы склонны действовать прежде всего на одном или другом уровне в течение долгих промежутков времени. Большинство людей озабочено выживанием во всех его разнообразных формах. И таким образом они отражают прежде всего страх, гнев и желание выгоды. Они так и не поняли, что состояние любви является самым сильным из всех инструментов выживания. Интересно, как мы сказали в более ранней главе, что наличие собаки может удлинить человеческую жизнь на срок около десяти лет. любовь, ласка, забота о другом существе и дружеской компания, которые связаны с наличием собаки, смягчают отрицательные эффекты стресса. Любовь стимулирует эндорфин и жизненную энергию, привнося царительный бальзам, склонная к стрессовому напряжению жизни. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт Портал Обучения и Саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok